Уважаемые коллеги, три часа. Я думаю, пора начать. Тем более, у нас впереди интересная такая программа. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Титов Степан, я старший экономист Всемирного банка и руковожу программами миграции в регионе Европы-Центральной Азии. Вот этот проект, который мы сегодня будем презентовать, наши консультанты, он, в принципе, начинался еще в году 2012-м. И идеолог этого проекта, профессор Университета Северной Каролины Ричард Билсборо, он у нас будет на связи через час. Сейчас он путешествует по Латинской Америке, преподает и такие же обследования проводит, насколько я понимаю, из нашего офиса в Кито. Он был идеологом и еще был, если вы помните, Виктор Сула, тоже наш старший экономист. Они вместе начинали этот проект. И идея проекта была такова, чтобы для стран СНГ обследовать миграционные потоки одновременно в стране принимающих мигрантов и в стране посылающих мигрантов. И сделать разные сопоставления. Мы пытались мобилизовать разные ресурсы для проведения этого обследования. Сначала идея была провести его в Таджикистане, в Киргизии и в России. Однако ресурсов было немного. Он понимает по-русски. Ресурсов было немного. И мы сумели еще связаться с Джорджтаунским университетом, центром миграционных исследований. Они выделили определенную часть денег, за что мы им очень благодарны. Во-первых, была задача создать методологию проведения такого обследования. И Ричард Билсбор ее создал. Насколько я понимаю, она обсуждалась на каком-то семинаре в Швейцарии. Тогда я еще не был в этом проекте. Дальше на основе этой методологии и тех ресурсов, которые у нас были, мы наняли фирму «Зеркало» в Душанбе, которая провела обследование таджикских мигрантов и немигрантов в Таджикистане. Это все начиналось в 2013 году. По многим причинам реально это удалось сделать только в 2014 году в начале. И, соответственно, в России обследование таджикских мигрантов и жителей России для сопоставления проводилось уже в конце 2014 года. Соответственно, некоторые такие базовые предпосылки успешного обследования мы, конечно, не сумели реализовать. То есть теоретически мы хотели параллельно, а в жизни это не удалось. И, конечно же, тот факт, что конец 2014 года это уже подход кризиса в России, который сказался на мигрантах, он, наверное, создал определенный баес и в обследовании мигрантов, таджиков в Российской Федерации. Но об этом, наверное, расскажут Ирина и Ричард более подробно. Еще хотел бы я что сказать. Мы сегодня только вам представляем презентации, сами доклады готовы, и даже переводы уже готовы, и методология готовы. Но мы пока не можем их распространять без разрешения руководства. Эта очередная бюрократическая процедура, она займет несколько недель. Потом все это по вашему запросу и по основным ведомствам мы разошлем как в России, так и в Таджикистане. Я думаю, что сегодня у нас две презентации Ирина Денисова, профессор Эш и Цифир будет делать по обследованию Российской экономической школы таджикских мигрантов в России. Мы начинаем с конца, на самом деле, не с первого обследования, а потом уже Ричард из Эквадора расскажет про первую часть и про некие общие закономерности, которые они с Ириной уловили из обоих обследований. И, конечно же, Ричард большой специалист по разным статистическим тонкостям, как все это нужно было делать. У него есть целые теоретические подходы и практические, потому что он уже, я так понимаю, это осуществлял в Африке и в Латинской Америке. Поэтому коллегам будет интересно задать ему массу тонких статистических вопросов. Итак, прежде чем перейти к презентации Ирины, я предлагаю всем представиться. Мы начнем в Душанбе. Коллеги в Душанбе, пожалуйста, представьтесь, а потом мы перейдем к Москве и здесь представимся. Здравствуйте, Степан. В Душанбе присутствует я, Алишер Раджабов, экономист Всемирного банка в Таджикистане. Здравствуйте, меня зовут Демно Рабик Назарова, я представляю Центр социологических исследований, социолог. Здравствуйте, меня зовут Абдазис Касымов, я тоже из Центра социологических исследований, который делал в Таджикистане, экономист по образованию. Здравствуйте, Шарипов Мерзоджо, заведующий организационного отдела миграционной службы Министерства труда миграции и социальной защиты Республики Таджикистан. Добрый день, Русем Тахиров, организация Молодежного века. Слышно нас? Да, спасибо большое. А коллег из статистического агентства никого нет, да, из таджикского? Нет, они не смогли. Понятно, спасибо. Тогда мы переходим к Москве. Пожалуйста. Добрый день, Василий Кравцов, фонд миграции 21-й. Добрый день, Наталья Власова, вице-президент фонда миграции 21-й. Лилия Карачурина, Высшая школа экономики, кафедра демографии. Макарчан Никита, Институт демографии, Высшая школа экономики. Элистерова Мария Петровна, Росстат. Ольга Чудиновских, Высшая школа экономики, МГУ Мини, Ломанусова. Бресио Валентина Михайловна, статкомитет СНГ. Ременец Ольга Васильевна, статкомитет СНГ. Здравствуйте, Кузнецов Илья Викторович, статкомитет СНГ. И еще раз Титов Степан, Всемирный банк, старший экономист. Я Ирина Денисова, Рэш Цифер. И еще у нас Хуан Гутьерес на заднем плане, это тоже консультант Всемирного банка. Ирина, пожалуйста, Вам слово. Спасибо большое. Во-первых, спасибо Всемирному банку за приглашение и возможность поработать в таком интересном обследовании. Я представлю результаты одной из частей этого обследования. Общая идея этого проекта состоит в том, чтобы с помощью специализированных микрообследований в странах, которые, с одной стороны, являются направляющими странами, а с другой стороны, принимающими странами. Ну и вот, как Степан Анатольевич сказал, что, хотя идея была взять Таджикистан и Киргизию, и Россию как принимающую страну, но взяли Таджикистан только. И это уже хорошо, потому что вполне естественно, что для Таджикистана Россия является страной, в которой работает много мигрантов. И если посмотреть на статистику доходов, доходную часть бюджета Таджикистана, то на самом деле, или вообще составляющая часть ВВП и доходов населения, то до 50% от ВВП составляют трансферты. В некоторые годы трансферты составляют до 50% ВВП. И это обследование, оно не первое с методологической точки зрения. Есть примеры, про которые, возможно, Ричард, если останется время в дискуссии, поподробнее расскажет. Они так называемые, это связанные межстрановые обследования, Linked Multi-Country Origin Destination Service. Один из первых проектов был проект PushPool, осуществленный организацией, который базировался в Нидерландах. И там идея была посмотреть про миграцию, международную миграцию из некоторых африканских стран и стран Южной Европы в Западную Европу. И обследования проводились в Испании, Италии и в четырех странах, из которых приезжали мигранты. И идея состоит в том, чтобы обеспечить единство методологии. В частности, в нашем обследовании, в нашем проекте единственная методология была обеспечена единообразием анкеты по каким-то ключевым параметрам. И эта единственная методология сбора данных в обеих странах, в странах принимающих и отсылающих мигрантов, она нацелена на то, чтобы получить более полную картину о международной миграции. С точки зрения объемов это сложнее, поскольку это обследование, и обеспечить представительность довольно сложно, и потом получить представление об общих объемах этих потоков между двумя странами сложно по обследованию, но все-таки некоторые представления можно получить. Что дает больше это обследование? Дает больше понимания структуры, миграции, характеристик мигрантов, условий жизни и работы в странах принимающих. Методология. Я буду говорить в данном случае про российское обследование. То есть проводилось два обследования. Проводилось обследование в Таджикистане. Обследование в Таджикистане, про которое отдельно и подробно расскажет Ричард, оно проводилось на базе обследования домохозяйств в Таджикистане с попыткой представить и выбрать те домохозяйства, в которых присутствуют мигранты. И там со слов либо родственников, либо вернувшихся мигрантов, и тот и другой случай присутствует, задавались вопросы про миграционную историю, про условия работы, про заработные платы, про трансферты и так далее. Российская часть, дополняющая часть этого проекта состоит в том, что обследовались домохозяйства, которые имеют в своем составе граждан Таджикистана или бывшие граждане Таджикистана. Критерий того, что бывшие граждане Таджикистана или домохозяйства, в которых присутствуют такие граждане, могут участвовать, подлежат обследованию, это то, что они сменили гражданство не ранее, чем 10 лет назад на момент обследования. То есть для нас это ноябрь 2004 года. Всего цель ставила задача обследовать 2000 домохозяйств, и Промир, как организация, которая выполнила это обследование, действительно обследовала 2000 домохозяйств. При этом отдельно скажу, что неважно, какой этнической принадлежности были эти мигранты, то есть они должны были, они не обязательно таджики, есть некоторая доля узбеков, казахов, которые имели когда-то или имеют таджикское гражданство. Статус пребывания на территории России официально зарегистрирован, неофициально зарегистрирован, и в каком статусе имеет гражданство российское или имеет вид на жительство, вот этот статус тоже не интересовал. Главный критерий был, что не ранее, чем 10 лет назад сменил гражданство, если сменил его, или сейчас является, продолжается быть гражданином Таджикистана или гражданской Таджикистана. Статус занятости работает или нет, тоже было неважно. Обследовалось, выбиралось такое домохозяйство, но обследовались не все члены домохозяйства, поскольку обычно обследование всех членов домохозяйства требует дополнительных ресурсов значительных, и обычное правило, которое используется в отобранном домохозяйстве случайным образом, ну и чаще всего это действительно происходит по дате, календарной дате рождения, самой близкой к моменту проведения обследования, отбирался взрослый. И единственным еще дополнительным критерием того, что этот взрослый подлежит обследованию, удовлетворяет критериям для того, чтобы быть включенным в Выборково, это было то, что последние, если было несколько приездов в Россию, мы понимаем, что довольно распространена краткосрочная миграция, когда люди приезжают, уезжают, это происходит несколько раз, что последний приезд в Россию был не ранее ноября 2004 года. То есть, если человек приехал 15 лет назад в Россию и находится здесь, он нам не подходит для обследования. И на тот момент, когда человек приехал, ему было по крайней мере 15 лет, то есть он не приехал ребенком с кем-то, ну, ребенком младше 15 лет. Также в России для сравнения ситуации, условий жизни, положения на рынке труда и так далее, проводилось дополнительно небольшое обследование домохозяйств граждан России, которые проживают в тех же районах, областей, которые были отобраны для обследования. Это для того, чтобы, конечно, есть другие национально-представительные обследования, в частности, РЛМС, и они дают достаточное представление о том, как выглядит положение россиян на рынке труда, но для того, что региональные рынки и локальные рынки довольно сильно отличаются, поэтому тут идея состоит в том, чтобы посмотреть на, сравнить с людьми, которые находятся на том же локальном рынке труда, например, и конкурируют на одном и том же рынке. Я уже говорила, что обследование осуществлял РАМИР. Выборка строилась следующим образом. Сначала на основании первого обследования, которое проводилось в Таджикистане, определялись регионы, в которых, по словам респондента первого обследования, географически больше всего представлены мигранты. И это Москва, Московская область. Ну и вот еще есть крупные города, в частности, Санкт-Петербург, Тюмень как город, Новосибирь как город, с которым тоже эта группа представлена. И дальше на первом шаге были отобраны эти пять областей. Опрашивались респонденты только в областных центрах, в Московской области. Это преимущественно тоже были городские населенные пункты. И старались выбрать некая рандомизация, про которую подробнее мог бы рассказать РАМИР. Ну и в том случае, если будет еще дополнительный семинар, возможно, они это расскажут. Пытались отобрать районы Московской области и ближе к Москве, и как бы немножко отдаленнее. И дальше в соответствии с пропорцией распределения населения в этих регионах российского населения, ну вот был сделан выбор, сколько нужно опросить домохозяйств в каждом регионе. Здесь представлены таблицы, сколько была целевая группа для опроса в соответствующих областях. То есть в Москве 670 хозяйств, в Московской области 458 и так далее. Внизу представлены аналогично целевые показатели, вот структурно, в каких областях искали домохозяйства. Дальше одна из самых сложных методологических задач состоит в том, чтобы как построить выборку для того, чтобы осуществить в этих отобранных регионах, как осуществить отбор домохозяйств, отбор респондентов. В идеале хотелось бы иметь некоторую основу в виде переписи, которая позволяла бы еще и более детально географически уточнить регионы или районы большей концентрации мигрантов, сделать некоторую, предположим, структурированную выборку на основании переписи. И затем тоже как бы их довольно непросто найти. Довольно часто то, что предлагал Ричард Осходно, и то, что используют, подход, который используется, это как бы прийти в эти районы относительно плотного проживания мигрантов и в этой части города, например, пойти и как бы построить списки людей, которые проживают, ну, домохозяйств, которые проживают, списки такие как бы простые, да, как бы, что здесь живут только россияне, в соседней квартире живет кто-то и есть мигранты, и дальше на основании этих списков, это то, как, я так понимаю, делается в некоторых странах, на основании этого списков потом рандомизированно отбираются мигранты, а, соответственно, с меньшей долей, но тоже рандомизированно отбираются для сравнения российские граждане, например. Но учитывая жесткость сроков, которая была, и то, что, вообще говоря, такой метод подготовки к тому, чтобы осуществить опрос, особенно в крупных городах, не так легко дается, да, ну, наверное, как бы это можно сделать, ну, действительно, нужно иметь достаточно запас времени. Был компромиссный выбран другой подход, составлялись, запрашивались, опять же, детали Рамир представил бы, что составлялись списки мигрантов с помощью обращения к таджикской диаспоре, эти списки телефонов мигрантов, не столько мигрантов, списки телефонов мигрантов, и дальше эти имеющиеся списки, ну, Рамир разумно рандомизировал списки, да, для того, чтобы, как бы, немножко хотя бы сбить вот тут selection bias, или, как бы, или какое-то смещение в связи с тем, что называются сначала, там, может быть, люди по каким-то критериям, которые могут влиять на представительность обследования, и затем интервьюер звонил по телефону, и, соответственно, если потенциальный респондент соглашался, и если он подходил под критерии, то есть проживал не более 10 лет, то договаривались об интервью, и дальше интервью случалось. В принципе, мы думали и рассматривали другой вопрос того, как достичь эту целевую группу, ну, условно говоря, через работодатели, или, как говорил Ричард, например, ну, вот можно подойти в тот район, где, понятно, работает, например, на стройке, да, как бы много таджиков, ну, вот стоять и ждать, да, как бы, и вот так пытаться договариваться с людьми. Ну, вот, как Рамир здесь написал, что, да, они думали про это, что находить организации, и там в тех организациях, в которых 5 мигрантов, там, не более 5 мигрантов одного опрашивают, да, там, где 10, можно 2 и так далее, ну, вот они сказали, что они обращались в списки мигрантов, которые были получены через диаспору. То есть резюме этого слайда про методологию, это то, что называется не first best, которые советуются, да, как бы, это вот при заданных ограничениях тот, наверное, разумный выбор, который был осуществлен. Достижимость. Ну, про российских граждан, как опрашивали, там более понятная процедура через маршрутизацию, это описано отдельно в отчете, более подробно. Про достижимость. Ну, вот здесь представлена совокупно по регионам Москва, Московской области и так далее, достижимость, она везде составляет в среднем, ну, иногда чуть меньше, иногда чуть больше, 20 процентов, а ниже представлена разбивка, почему, как бы, не удалось обросить всех. Но если посмотреть, то самая большая доля, как бы, это то, что люди отказывались, почти в половине случаев отказывались от интервью, что, в общем, тоже можно было бы ожидать, как это повлияло, ну, как бы, как интерпретировать, в какую сторону мы имеем смещенность в результате того, кто согласился на интервью, это отдельный вопрос, да. Ну, вот в некоторых случаях номер был недоступен, иногда номер не отвечал и так далее. Ну, вот это полезная информация, которую нужно принимать во внимание, когда мы будем интерпретировать результаты. Методология с точки зрения анкеты. И анкета, они похожи, как бы, она практически, ну, почти зеркально отражала анкету, которая была использована в Таджикистане, в ней шесть разделов. Разделы с первого по четвертый и шестой заполнялись наиболее осветомленным членам домохозяйства, поскольку касается ситуации в домохозяйстве в целом. Пятый раздел предполагался для заполнения после беседы с индивидуальным, ну, как бы индивидуально, отобранным индивидуумом из целевой группы. В первом разделе это обычно, это рост домохозяйства с основной демографической информацией от членов домохозяйства, об их образовании и статусе на рынке труда. Второй раздел посвящен условиям проживания. Ну, вот у меня будут некоторые таблицы, которые характеризуют, но такие самые базовые, да, как бы, в каком типе строения проживают, там, поскольку в Таджикистане, зеркальная часть обследования проводилась в Таджикистане, и в отличие от России, там разнообразие этих условий проживания больше, да, и поэтому, ну, но тем не менее, для сравнения тоже полезно, и надо посмотреть, в каких условиях проживают мигранты, в сравнении с российским домохозяйством. Третий раздел – это активы и расходы домохозяйства. Ну, активы с точки зрения, там, товаров длительного пользования, то, что находится в домохозяйстве, да, в том числе, там, вопросы про то, как бы, есть ли у вас стол, как бы, да, есть ли у вас, там, стулья, кровать и так далее. То есть они, в отличие, там, обследования, например, РЛМС, РЛМС учитывают, в принципе, понимание того, что уровень жизни большинства респондентов не такой высокий, и поэтому нужно спрашивать про, не, про высокие задачи, про то, что есть ли у вас, там, акции какой-нибудь компании, да, как бы, а вот ближе к жизни. Четвертый раздел, они все, эти разделы не очень большие, но тем не менее, очень важные. Задавались вопросы про источники доходов домашнего хозяйства, и тут есть тоже важные вопросы про доступ к услугам здравоохранения и расходы на услуги здравоохранения. Задавался этот вопрос, анкету можно отдельно посмотреть, эти вопросы, она доступна, ну, также, я так понимаю, вместе с отчетом будет доступна и анкета. И там задался вопрос в форме, что если кто-то заболел в домохозяйстве, во-первых, были ли такие случаи, и какие виды проблем случались, что происходило, да, в этом случае, куда была возможность обратиться и сколько это стоило, если, для того, чтобы решить эту проблему. Пятый, это ключевой раздел, на котором будет построена оставшаяся часть презентации преимущественно, это информация индивидуальная, да, как бы, индивидуация, информация про мигранта, поскольку понимание общее состоит в том, что международная миграция – это преимущественно трудовая миграция, то есть учатся очень небольшая доля, то здесь важно уточнить статус на рынке труда, тип занятости по найму или предприниматель, или ферма, да, сектор занятости, профессия, заработок, условия труда. И что важно, интересно и полезно в обследованиях такого типа, это то, что задаются вопросы не только про положение сейчас, но и задаются некоторые вопросы ретроспективно, про некоторые точки, важные точки во времени. Для такжийских мигрантов задавались вопросы про ситуацию, когда у них была первая работа в жизни, и для, ну, как бы, соответствующие, мы увидим, как ответили респонденты этого обследования на этот вопрос. Следующая точка – это накануне отъезда в Россию. Для большинства это была ситуация в Таджикистане. Но некоторые приехали в Россию не из Таджикистана. Но это очень небольшая доля. Еще одна, следующая точка – это сразу первые два месяца по приезде в Россию. И последнее на момент опроса. Для российских граждан, для сопоставления, обращая внимание на те длительности пребывания в России, которые получены в первом обследовании в Таджикистане, вот накануне отъезда в Россию сразу по приезде, это было примерно пять лет назад. То есть, задался вопрос, вот, ваша первая работа, работа пять лет назад и сейчас. Ну, вернее, не работа, а положение, да, как бы, если человек работал, человек не работал. И еще один важный раздел, который присутствует в пятом разделе, это информация о трансфертах денежных и неденежных, о причинах миграции, о миграционных планах, о родственниках и их влиянии на принятие решения о миграции. И еще шестой раздел, который, ну, как бы, в нашем обследовании очень мало респондентов на него ответили, просто потому что он спрашивает про членов домохозяйства, которые работают за границей, если таковы существуют. Этот раздел очень важен для таджикского обследования, но вот в нашем обследовании он не сыграл по естественным причинам. Дальше часть таблиц, поскольку, как бы, ну, исходно отчет писался на английском, есть перевод на русский, но, как бы, он еще должен быть выверен, появится позднее чуть-чуть. Я сразу извиняюсь, что слайды, ну, не слайды, а таблицы и графики будут на английском, но они довольно простые, и я буду пояснять каждый раз, где это требуется. Здесь представлена информация про то, как выглядит размер домохозяйства, по данным Ростера, да, вот сначала мы говорим про часть, которая заполнялась наиболее осведомленным членом домашнего хозяйства, и здесь мы видим, что, значит, в этой части это таджикские мигранты, для сравнения россияне. Мы видим, что 55% домохозяйств, которые обследованы, состоят из одного человека. Ну, это и ожидаемо для того случая, когда мы говорим про мигрантов. Но, тем не менее, есть значительная доля, 16% домохозяйств, который состоит из двух человек, 14 из трех и так далее. Ну, для россиян, для сравнения, понятно, что, как бы, представленность двух домохозяйств из двух и трех человек, она выше. Дальше про состав, но здесь не полностью состав, тем не менее. Обычный вопрос про то, каждый член домохозяйства, который упомянут, если есть кто-то еще, кроме главы домохозяйства, кем он приходится, главы домохозяйства. Ну, вот, опять же, 50% это главы домохозяйства, но из тех не, если это не домохозяйство, состоящее из одного человека, то это либо супруга или партнер, либо это кто-то из детей. И еще значительная доля – это иные родственники, то есть родители, братья-сестры, внуки, племянники, племянницы, там, зятя и снохи, они почти не присутствуют. То есть это преимущественно вот такой тип, ну, как бы, узко понимаемой семьи, когда есть родители и, может быть, дети, если они есть, или просто супруги. Ну, для россиян, для сравнения, можно отдельно рассмотреть эту группу. Дальше – это уровень образования, который рапортуется на основании ростера, наиболее знающего члена домашнего хозяйства. Позже в презентации будет таблица, которая структурирует то, как выглядят уровни образования тех индивидов, которые отвечали, тех взрослых, которые отвечали на индивидуальную часть опросника. Она, на самом деле, очень похожа, структура, поэтому мы, может быть, здесь рассмотрим. Если посмотреть на мигрантов из Таджикистана, то мы видим, что большинство из них, они закончили среднюю школу, да, то есть они закончили среднюю школу. Кто-то, 23% не имеет законченного среднего образования, но имеет общее среднее образование, и около 5% не имеют общего среднего образования. Есть Primary Professional, это аналог ПТУ, это почти 15%, техникум это 13% и высшее образование 6%. 6% здесь, в данном случае, это просто наиболее знающий член домашнего хозяйства, поэтому здесь вполне уместен. Для российских домохозяйств ожидаемо образовательная структура смещена больше в пользу более высокого образования, но, конечно, поскольку это города, это крупные города, по сравнению с представительным по России распределением слишком смещено, то есть мы это видим. И это не означает, что это недостаток обследования, это, возможно, именно эти рынки труда, вот на них больше представлены более образованные категории. Основной вид деятельности с точки зрения занятости или просто вида занятий на момент времени. Почти 87% таджийских мигрантов на момент обследования, ну и граждан, членов домохозяйств, в которых присутствуют таджийские граждане Таджикистана, они работают, да, причем работают полный рабочий день, это полная занятость, около 2% неполный рабочий день. Еще присутствует, ну, в данном случае даже полезнее смотреть на числа, да, 40 человек учатся фулл-тайм, это означает, что кто-то из них, это школьники, например, да, то есть это не обязательно студенты. 36 человек не работают и ищут работу, есть пенсионеры, их совсем чуть-чуть, 17 человек, да, в сумме, 2000 домохозяйств, но индивидов в этих домохозяйствах 3 604, да, ну, потому что домохозяйство составит не из одного члена, а 182 домохозяйки. Ну, можно сравнить с домохозяйствами, с которыми дальше у нас идет сравнение по, например, положению на рынке труда, мы видим, что мы сравниваем с домохозяйствами, в которых присутствует немножко больше пенсионеров, например, да, но работают тоже подавляющее большинство. Условия проживания, это вот буквально один график, в котором две таблицы про условия проживания, это то, в каком типе жилья проживают мигранты, это важно тоже для сравнения с их условиями проживания в Таджикистане, да, ну, и неудивительно, что как бы немного, небольшая доля проживает в отдельном доме, большинство проживает либо в квартире 30%, либо 47% в комнате, в доме или квартире, да, проживают в... это не сарай, а что это? Барак, да, в бараках около 3%, в бытовках, я так понимаю, да, как бы там 4,3, некоторые в хостелах, ну, вот, то есть на самом деле условия проживания, это не означает, что все таджийские мигранты, которые, по крайней мере, участвовали в нашем обследовании, живут в бараках и бытовках, нет, как бы, многие из них живут, ну, пусть в комнатах, да, но тем не менее, это другие условия проживания. Следующая таблица про то условия санитарные, да, как бы, какой тип туалета присутствует, и тут мы видим тоже, что по сравнению с россиянами, да, немножко больше представлено тех случаев, когда нет, там, стационарного туалета, который либо центральная канализация, либо присутствует отдельный септик, но тем не менее, в большинстве случаев это, как бы, нормальные условия, ну, вот в 10%, в 11% случаев, если учесть, что это все-таки городские преимущественные поселения, да, как бы, это не сельские, если у россиян это почти отсутствует, опять же, потому что это городские места проживания, здесь не представлены сельские места, в которых для россиян этот тип туалетов тоже больше бы присутствовал. Еще один, как вы помните, один из разделов посвящен тому, чтобы понять источники дохода и оценить, создается вопрос в интервальной форме, задается вопрос про доходы домашнего хозяйства на душу. И здесь сравнение, это однотипные вопросы, которые задавались и мигрантам, домохозяйствам, наиболее осознанным членам домохозяйства из домохозяйства, в котором представлены также эмигранты, и россиянам, и мы видим, что здесь распределение доходов, то есть 32% домохозяйств с таджикскими эмигрантами говорят, что их доходы на душу находятся в интервале от 15 до 21 тысячи, и следующие тоже от 21 до 29, больше 29, 23%. Для российских домохозяйств понятно, что они смещены вправо, то есть доходы побольше, но не на безумный, разрыв не безумен. Еще один слайд про, это, видимо, по-моему, последний слайд из этой части, который касается домохозяйства в целом, это полувозрастная структура, ну, как и ожидается, здесь присутствует, да, в целом присутствует большее количество мужчин, выборки, если говорить про всех членов домохозяйства, то для таджиков это 66%, для мигрантов из Таджикистана, если говорить про индивидуальный опросник, это будет 71% мужчин, да, для россиян мужчины это 42%, если говорить про всех членов домашнего хозяйства, и вот есть некоторая смещенность, которая влияет, конечно, на эксплуатацию результатов при сравнении с россиянами, индивидуальными респондентами на индивидуальный опросник среди россиян, в большей степени были женщины по сравнению с тем количеством женщин, которые представлены в домохозяйстве, их 71% респондентов индивидуальных, когда мы говорим про граждан России, это женщины, поэтому это важно помнить, вот эта некоторая смещенность, в том числе, когда будем анализировать профессиональную группу, которой принадлежат респонденты, но, сказав эти слова, здесь полувозрастная структура, мужчины, женщины отдельно, это по иммигрантам и по гражданам России, но, как ожидаемо, это более молодые иммигранты, это более молодые группы, причем, если говорить про женщин, это еще более молодая группа, чем мужчины. Если говорить про семейное положение, половина из иммигрантов не женаты, ну, в отличие, и почти у 60% нет детей, то есть это тоже портрет. Ну, и последнее, иммигранты и россияне образования, ну, здесь фактически, частично мы на это смотрели, поэтому это я могу опустить. Важный слайд, это про длительность пребывания в России, это уже данные по индивидуальным опросникам. Здесь представлено распределение этих, измеренное в месяцах, сколько времени, как давно человек приехал, и посчитана вот эта длительность по сравнению с моментом обследования. Среднее для вот этого распределения 46 месяцев, то есть почти 4 года, а медиана 36 месяцев, 3 года. То есть, ну, нужно учесть, что обследование проводилось в декабре, поэтому нет сезонных рабочих, которые короче, длительность пребывания короче. И более того, ну, это не то, что обследование неудачно попало, так сложились обстоятельства. Это был конец 2004 года, 2014 года, резкая девальвация, и часть мигрантов, мы все знаем, они просто уехали тоже, поэтому мы не застали еще часть мигрантов. Ну, тем интереснее, может быть, кто эти люди, которые устойчиво находятся в России, как бы их портрет тоже интересен, мы про них, может быть, мало что-то знаем. Про причины отъезда, задается вопрос, причина отъезда из Таджикистана, наиболее распространенные ответы, это то, что недостаточная оплата, плохие условия труда, безработица, как бы плохие условия проживания и так далее. Это есть. Дальше вот пойдут серии вопросов про работы. Задается вопрос про первую работу в жизни, и 46% мигрантов из Таджикистана не имели опыта работы до приезда в Россию. То есть они, на самом деле, приехали в Россию с целью поиска работы первый раз. Для остальных, вот, тысяча шести человек, первая работа в подавляющем большинстве была в Таджикистане. Если посмотреть на профессиональные группы по первой цифре риска, профессиональные группы, первая группа, самая высокая, к неквалифицированным рабочим, мы видим, что значительная доля, 35%, имела первую работу в качестве неквалифицированного рабочего, и, как бы, часть, вот, средней квалификации, то есть из тех, кто имел опыт работы. Следующее, это вопрос про, интересно, что происходило с людьми, были ли, имели ли они работу накануне отъезда, и что происходило сразу по приезде в Россию. Здесь два графика. Первый имеет отношение к моменту времени накануне отъезда в Россию, мы видим, что 38% иммигрантов, респондентов, они говорили, что они искали работу, да, то есть у них не было работы, но 30% работали, 23% занимались домашним хозяйством, да, как бы, и 12% учились. По приезде в работу, сразу через два месяца по приезде в работу в Россию 82% респондентов, мигрантов из Таджикистана работали, не работали 18%, еще 1% имели собственный бизнес, то есть были самозанятыми. Сдавался тоже вопрос, как долго пришлось искать работу по приезде в Россию, и мы видим, что меньше одного месяца ответили 7%, более того, 20% сказали, что у них их уже ждала работа, когда они приехали в Россию, то есть фактически они сразу приехали на рабочее место, но есть почти 9% людей, которые говорили, что искали больше месяцев. Дальше представлена профессиональная, как бы, распределенность по профессиональным группам, первое время по приезде в Россию, то есть первые два месяца. Мы помним, что для тех, кто имел работу в Таджикистане, значительная доля тоже занималась неквалифицированным трудом, вот здесь мы видим, что тоже доля тех, кто имеет неквалифицированное, работают в качестве неквалифицированных работников, она достаточно высокая, и есть те, кто занимается, попадают в группу ремесленники, и в группу занимающихся оказанием услуг тоже попадает значительная доля. Будут чуть позже отдельные таблицы, которые показывают с одной стороны, как происходит изменение в среднем распределение по профессиям, а с другой стороны, если учесть эти индивидуальные переходы, как выглядят эти переходы. Теперь про текущий статус на рынке труда. Мы видим, что 90% мигрантов из Таджикистана работают, 6% занимаются введением домашнего хозяйства, 3% ищут работу и учатся 1, и 4%. Для сравнения, у россиян тоже подавляющее большинство людей работают, здесь больше немножко представлены пенсионеры, как я уже говорила. Профессиональные группы, иммигранты и россияне, вот здесь просто имело смысл сравнить, мы видим, что мигранты из Таджикистана все равно подавляющая, главная, основная группа профессиональная, в которой они присутствуют, это некое профессиональные рабочие. Следующие две большие группы, это работники сферы услуг и еще как бы ремесленники и те, кто занимается, тоже заняты в секторе торговли. Для россиян они тоже представлены в серии услуг, но безусловно, особенно учитывая, здесь важно помнить, что у нас избыточно представлены женщины среди респондентов, которые отвечали на индивидуальный опросник, и поэтому здесь вот те, кто попадает в группу профессионалов высшей квалификации и средней квалификации, их довольно много, даже по сравнению с структурой представительной для россиян. Еще один важный интересный вопрос, это общий стаж работы по текущей профессии. Здесь опять же иммигранты и россияне, ну, можно ожидать, что этот стаж небольшой, но он и не такой маленький, средняя для мигрантов из Таджикистана составляет 6 лет, медиана 4 года, для россиян средняя 12 и медиана 10 лет. Это опять же, ну, как бы в очередной раз подтверждает, что это обследование либо из-за того, что, как бы, вот, было половина отказов участвовать, либо плюс наложилась сезонность, и это декабрь, и плюс еще неудачная ситуация с падением курса рубля, но мы наблюдаем некоторую группу, которая, вообще говоря, устойчиво работает на рынке труда довольно давно, это по целому ряду индикаторов видно. На каких предприятиях работают мигранты? По сравнению с россиянами, ну, немножко на более мелких, но, вообще говоря, не сказать, что они работают сугубо, но, опять же, если раз здесь нет сезонных рабочих, то все-таки они работают и на довольно крупных и средних работодателей. Зарплата. Задавался вопрос про зарплату, и здесь распределение зарплат, то есть, есть мигранты, которые говорят, что они получают в месяц, там, ну, некоторые даже больше 100 тысяч, да, есть буквально несколько человек. Средняя зарплата для мигрантов 24, почти 25 тысяч рублей в месяц, для россиян для сравнения 37 тысяч рублей, а медианы это 23 тысячи и 34 тысячи для россиян. То есть, это не такая маленькая сумма, но она меньше почти на треть, почти на 30 процентов, она меньше, чем для россиян. Но здесь тоже самый вопрос, просто как распределение в интервалах, да, и тут видно и очевидно, что самая большая интервальная группа это 20 до 30 тысяч, почти 40 процентов мигрантов получают зарплату в этом интервале. Для россиян представлено большее количество людей, которые получают более высокие зарплаты. Мы помним, что это крупные областные города. Мы помним, где проводилось обследование. Задавался вопрос про неденежные формы вознаграждения, и здесь интересно, что, как бы, оплачиваемый отпуск есть у этой, у мигрантов, по крайней мере, среди тех, кто попал в наше обследование, да, есть страховка для получения услуг здравоохранения, 18 процентов имеют доступ к медицинским услугам, которые предоставляют фактически, ну, видимо, по месту работы, субсидируемая еда есть, есть субсидированные оплаты жилья, субсидируются, есть оплачиваемые больничные, да. Вот на этом слайде, ну, как раз про то, как изменялась профессиональная структура мигрантов с момента первой их работы, работы, первой работы по приезде в Россию и текущей работы. Здесь представлены вот профессиональные группы, таблицы, которые мы видели, но в разрезе по, еще дополнительно в разрезе по образованию, в частности, ну, давайте посмотрим, например, вот на эту часть. Здесь представлены у кого есть высшее образование и видна профессиональная структура этих людей по их первой работе, да, как бы, их первая работа для многих была в Таджикистане. Мы видим, что значительная их доля работали на работах, которые попадают в группу профессионалов высшей квалификации, то есть специалисты профессионалов высшей квалификации, они имеют высшее образование. Часть из них работала в качестве специалистов и профессионалов средней квалификации, да, часть из них работала в качестве тех, кто работает в сфере услуг, и были те, кто, имея высшее образование, и в момент первой работы тоже работали как неквалифицированные работники. здесь единственная проблема состоит в том, что мы здесь не, ну может быть, это имеет смысл сделать, как бы отделить тех, для кого эта первая работа была в России и не в России, потому что, может быть, вот это люди, это не те, кто, имея высшее образование в Таджикистане, работал неквалифицированную, а может быть и так. Может быть это те, кто, имея высшее образование, приехал в Россию и первую работу имел в качестве неквалифицированного работника. Но дальше здесь видно, что происходит движение и сжатие представленности людей с высшего образования в подгруппах, которые, вообще говоря, требуют высшего образования. То есть их первая работа в Российской Федерации и работа сейчас, мы видим, что все больше людей с высшим образованием все-таки работают по специальностям, которые не требуют высшего образования. Ну, это аналогично можно рассмотреть эти графики. Осталось еще буквально два слайда. Ну, вот предыдущий график, он показателен, но с точки зрения таких средних характеристик, да, с точки зрения индивидуальных переходов, как бы непонятно, может быть, вдруг люди, у которых нет высшего образования, там, в Таджикистане, например, или по первой работе работали как менее квалифицированные, вдруг в России они занимают более высокие позиции. Для того, чтобы на это контролировать, на индивидуальном уровне строится таблица переходов. Здесь как раз представлена первая образовательная мобильность. Мы видим, что все, что сверху, это повышающая образовательная мобильность. То есть есть некоторые примеры того, что люди, у которых имелось базовое образование среднее, они получили дополнительное образование в России и улучшили, повысили свой уровень образования, да, и это происходит и в других подгруппах тоже. То есть некоторые свидетельства о повышающей образовательной мобильности мигрантов, она есть. Следующая аналогичная таблица про то, в какие группы переходили. Здесь сравнивается первая работа в России и работа сейчас. Как происходило движение между профессиональными группами. Большинство оставались в своих профессиональных группах. Но, тем не менее, некоторое движение происходило, и больше всего этого движения происходило при переходе из группы неквалифицированные работники в другие группы. То есть очень мало из этой группы переходило в первые две высшие категории, да, профессиональные. Но, тем не менее, это движение происходило. В то же самое время происходило и движение попадали, некоторые люди попадали в неквалифицированные работники. То есть преобладало движение вверх с точки зрения профессиональной структуры, но некоторые элементы движения вниз тоже наблюдались. Ну и последние три слайда – это про денежные и неденежные трансферты. Подробнее можно прочесть в отчете. Ну и, может быть, были другие меры. Мы немножко, мне кажется, больше знаем про денежные трансферты. Мы понимаем, что в большинстве случаев мигранты посылают трансферты. 56% мигрантов говорят, что посылают трансфертов, делают денежные и неденежные трансферты. Но при этом 38% говорят, что нет. Может быть, это отражает то, что это люди, которые давно переехали и перетянули свою семью. И, в общем-то, как бы не посылают. Хотя явно какие-то родственники остались. И 5% говорит, что посылают не собственному домохозяйству, а кому-то еще. Ну, другому домохозяйству. И последний, видимо, слайд – это размер и частота переводов. Если говорить про размеры переводов, то они разнообразны. 22% посылают меньше 5 тысяч рублей за один перевод. 30% посылают в интервале от 5 до 10 тысяч. 22% от 10 до 15. 15% от 15 до 20. И 11% посылают больше, чем 20 тысяч рублей за один перевод. Но этот перевод может происходить каждый месяц раз в год. Здесь как раз представлена частота. То есть почти четверть посылает 1-3 раза в год. Еще треть, почти треть посылает 4-6 раз в год. То есть раз в два месяца получается. Ну и вот группа 21% посылает каждый месяц практически. И 1% посылает больше, чем один раз в месяц. Вот это то, что прошло, что спрашивали в этом обследовании в том числе. Но на этом я остановлюсь. Наверное, еще я более-менее уложилась во время. И мы продолжим с Ричардом. Замечательно уложились. Спасибо большое, Ирина. Где-то у нас 10 минут есть на первые вопросы. Потом мы подключим Ричарда. И потом будут еще вопросы. Я предлагаю коллегам из Душанбе задать несколько вопросов. Ирине, пожалуйста. Есть ли у вас вопросы из Душанбе? А, здравствуйте. Большое спасибо за интересную презентацию, Ирина. Добрый день. Я рада, что вы закончили свое исследование. Оно было очень трудным, как я понимаю. Маленькие вопросы. А, мне зовут Садат Алимова. Я являюсь директором Центра ШАК. И занимаюсь миграцией 18 лет. Так, вот вопрос по размерам домохозяйств. Учитывали ли вы характер домохозяйств то, что большая часть указанных у вас домохозяйств имеет транснациональный характер? То есть, это часть домохозяйства, часть домохозяйства в Душанбе. Это как-то отражалось в анкете или нет? Теперь, что касается по условиям жизни. Там тоже просто, это мелкая деталь, но все-таки интересно. Вот я так поняла, что в анкете были активы домохозяйства. Туда вы мебель включили или технику бытовую, или что-то такое? Потому что мебель, это, с моей точки зрения, бессмысленно. Мы никогда не включаем в активы мебель, потому что традиционно в Таджикистане мебель не нужна просто. То есть, культурные типы, они очень разные в разных странах. И сопоставить, я думаю, очень трудно, практически невозможно. Это ничего не дает. Так, теперь еще один, вот я где-то себе записала вопрос. А, да, вот вопрос тоже по условиям проживания. У вас здесь по типам, по типам этих квартир и все. А был ли у вас вопрос, сколько человек проживает в комнате? Потому что, в принципе, у вас, может быть, люди говорят, что это приличное место со всеми удобствами. Но если вы зададите вопрос, сколько человек проживает в комнате, то у вас получится 8, 12 или до 20 у меня было и так. То есть, это уже принципиально другой подход к условиям проживания. Так, и, так, что-то, что-то еще хотела. По 40 там не поместятся. А вот 20 человек, у меня был один случай, причем я наблюдала сама. Вот как это у них все происходило. Дневная, есть ночная смена. Так, что касается профессиональной мобильности, первая работа в России, работа сейчас, это очень интересные данные, просто суперинтересные. Тем более, что я сейчас начала исследование, переход от образования к работе, и у меня вышло 65% первое трудоустройство в России для нашей молодежи от 18 до 24 лет. Но это просто разные, может быть, методики. Но это мы еще когда-нибудь обсудим, я думаю. Вот вы анализировали нисходящую мобильность по секторам экономики, по полу, по возрасту, по образованию. Вот все, наверное. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Садата. Очень рада вас слышать. По порядку. Тут задавался вопрос про то, является ли то домохозяйство, в котором вы проживаете сейчас, тем же самым, в котором вы жили в Таджикистане на родине. Только этот вопрос. И задавался вопрос, переехал ли кто-то вместе с вами, из членов хозяйства, переехал ли кто-то вместе с вами. Да, как бы вот так задавался вопрос. Подробнее не спрашивали. Про условия. Да, про мебель тоже спрашивали. Как бы, ну вот видите, вы культурное различие заметили. Но как раз, может быть, будет интересно, во-первых, все-таки, в любом случае, условия проживания в России иные. Там, я не знаю, холоднее в квартире, если как бы части мебели может быть нет. Я не знаю, это я домысливаю. Но в любом случае, здесь задавался этот вопрос. И может быть, как бы, посмотрев, в большинстве случаев респонденты имеют почти тот же самый набор базовой мебели, как и россияне. Да, вот, по крайней мере, вот результаты об этом говорят. Ну, я согласна, что культурное отличие и привычки нужно учитывать при анализе. Про сколько человек в комнате – нет. Такой вопрос не задавался. Я, как бы, ну, предполагала, что на самом деле, если приходить по адресу, да, то и тогда как-то, тогда надо просить, наверное, интерьеров, как-то фиксируя, что есть другие домохозяйства. То есть, это, наверное, немножко по-другому удобнее было бы. Ну, и корректнее получать эту информацию. Но, может быть, можно и спрашивать, сколько человек живет в комнате. Нет, такой вопрос не задавался. Единственное, что дополнительно еще задавался вопрос, есть ли отдельная комната, вот, типа кухня, да, как бы. И там тоже этот вопрос немножко не очень хорошо сработал. Есть такое ощущение, что немножко недопоняли, как бы, вопрос, да. Это, в том числе, там, поскольку эта анкета, она тоже является инструментом, да, как бы методологическим, и, безусловно, и это обследование выявило некоторые проблемы с некоторыми вопросами, которые задавались. То есть, в частности, мы не можем догадаться, задавался вопрос про то, содержите ли вы сельскохозяйственных животных в своем домохозяйстве. И если еще можно понять, что кто-то в районах Московской области из мигрантов содержит, ну, значительная доля россиян, ну, не значительная, но все-таки порядка 5%, сказал, что содержит. Ричард упорно считал, что они посчитали кошек и собак, но при этом там отдельно говорили про то, что кошек и собак считать не надо. Поэтому для меня, как бы, я тоже не могу это объяснить, про что люди думали, либо они шутили, это непонятно. То есть, это про то, что часть вопросов плохо сработала, это тоже результат. В некотором смысле, конечно, жалко, здесь не было времени для пилота отработки анкеты, да, как бы, потому что, ну, в этом смысле тогда это так вот, пилот, который частично для части вопросов слишком затратный, а для части вопросов, которые хорошо сработали, вот он же уже и обследование. Про профессиональную мобильность, ну, как бы, мы пока, по крайней мере, увидели, что она есть, да, как бы, есть некоторая восходящая, да, как бы, нисходящая. Не очень много, ее меньше присутствует. Более подробно, как бы, за счет чего это происходило, нет, на этой части опроса не было, да, как бы, это действительно интересно, но уже интересен сам факт, что она, что она есть, что она происходит, и не только, как бы, не то, что люди зависают в одних профессиях. Есть исследования Мукамиле, в том числе, которые тоже показывают, что это происходит, это, это мобильность вверх, профессионально, оно тоже происходит. В этой группе среди тажирских мигрантов мы ее тоже фиксируем. Спасибо. Спасибо, коллеги, уже мы подходим до времени подключения. Если можно, да, пока что мы без вопросов попробуем, Эквадор подключается у нас или нет, дальше мы не знаем, как будет получаться, да. Если он подключится быстро, тогда мы ему дадим слово, если нет, мы продолжим вопросы. Да, дискуссия все равно состоится. Сейчас вот я пробую. Ну да, во всяком случае, что-то видно. Давайте тогда еще, да, вопросы из Душанбе, а я попытаюсь выяснить, что у нас с Эквадором. Пожалуйста, следующий вопрос. Ирина, спасибо за очень интересный доклад, как бы очень много интересной информации. У меня вопрос по поводу целевой группы. Не кажется ли вам, что здесь было смещение? Все-таки предоставлялись номера телефонов и со стороны диаспоры, и со стороны работодателей. Это получается, что за фокусом внимания оставались те, кто неофициально занят, или те, кто находится, ну, в основном неофициально занят. То есть не фирмы предоставляли, они в диаспоры, может быть, не обращались. Мы проводили пару исследований в Таджикистане и в России по таджикской миграции, и там было выявлено, что диаспора, она не все охватывает. Это, наверное, главный вопрос. Учитывая, что времени у нас не очень много, спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я, как бы, даже частично про это говорила, когда описывала методологию. Безусловно, обращение к источнику, ну, в том числе к такому источнику, как диаспора, предполагает, вернее, означает, что есть некоторое смещение. Только те, кого назвали, и отдельный вопрос, кого они скорее называют. Я не уверена, что здесь, как бы, критерием для того, чтобы называть или нет, неформальная занятость. Да, как бы, часто, мы, пардон, как бы, вокруг своих друзей не знаем, кто формально занят, а кто неформально. Скорее, это какие-то другие критерии. Но то, что смещенность есть, это безусловно. И я говорила, что, как бы, первый выбор, который не реализовался здесь, прежде всего из-за того, что были такие жесткие сроки. Да, как бы, практически у организации, которая делала это обследование, был один месяц, чтобы провести это обследование. Ну, так сложились обстоятельства конфинансирования Всемирного банка. И идея, первая, про которую предлагал Ричард, состояла в том, что определить более-менее, где можно чаще найти, где чаще селятся мигранты. Хотя здесь это сложно, да, то есть там в Москве сказать, ну, наверное, есть, наверное, там в центр города не пойдешь, чтобы искать там мигрантов. Наверное, есть какие-то районы, можно выделить. Но, тем не менее, это все равно, это достаточно затратный предварительный этап. Вот, и идея состоит в том, что вы идете в этих, там, домах по квартирам. Как я сказал, Ричард, ну, что, говорит, замечательно, вы звоните соседям, они вам рассказывают на этой площадке, там, кто открывает дверь, там, вот здесь живут мигранты, а здесь не живут мигранты. Вот, и вы так списочек составляете потихонечку, и потом рандомизируете и выбираете мигрантов. Как идея, действительно, это, она хорошая, ее воплощение требует времени, как минимум, да, как минимум времени, и плюс, действительно, знание соседей, да, особенно в крупных городах не факт, что все знают, да, как бы попасть в квартиры тоже непросто, а иногда и попасть в подъезд тяжело, да. То есть, есть целый ряд ограничений, но при определенной доле настойчивости и упорства методологически это более правильный подход. То есть, если вы составите эти листинги людей, которые живут в этих микрозонах, и потом по ним рандомизировано будете отбирать мигрантов и для сравнения не мигрантов, просто реже, как бы, выбирать не мигрантов, то тогда вы получите более правильную представительную картинку, да. Не слышим пока. Если есть время, еще вопрос, можно? Вот слайд доход на душу. На душу. Здесь учитывалось, что мигранты, они еще и отправляют деньги, отправляют деньги домой. И за какое время? За год, да? За год или за месяц? И за какой период этот доход, ну, в принципе, она говорила, доход высчитывался? Нет, это доход на душу в месяц, и на самом деле я согласна, что это тяжело ответить на такой вопрос. Но задавался вопрос в форме, каков доход в расчете на одного человека в вашем домохозяйстве в месяц. И, вернее, даже не так, как бы, там спрашивали, как бы, больше или меньше некоторой границы, и потом, когда вы попадали в выше или ниже, еще уточняли, как бы, ближе к какому интервалу. Вот так задавался вопрос. То есть, условно говоря, спрашивали, там, ваш доход превышает тысячу, в расчете на одного члена домохозяйства в месяц превышает 30 тысяч рублей. Если превышает, то потом спрашивали, там, а вот превышает 50? Вот так нащупывали это интервало, так построен был вопрос. Я согласна, что на него непросто ответить. У меня, например, сама, если бы представила, что я респондент, я бы задумывала, да, как бы, как посчитать. Коллеги, спасибо. Простите, как я интервью. Сессию, я извиняюсь, потому что, видимо, он там появился на маленьком экране, мы видим. Давайте подключим Ричарда, да, попытаемся, и его презентацию. Ричард, do you hear us? Да, я здесь, я вас слышу. Мы видим тебя жильем, или... Что мы видим там, картинку за твоей спиной, или это реальный город? Я смотрю на экран, где российскую площадку показывают. Ричард, у нас готова ваша презентация, пожалуйста, скажите нам, когда нам необходимо будет ее запустить. А кто будет переключать слайды? Наверное, мы в Москве будем их переключать. Ну, хорошо. Я прекрасно вижу московскую площадку, и мы запускаем вашу презентацию, Ричард. Пожалуйста, начинайте. Ну что ж, пожалуйста, первый слайд. Кто у нас тут присутствует на встрече? Ирина, Степан, кто еще? Будьте любезны, используйте микрофон, когда что-либо говорите, иначе мы вас не слышим. Представитель из Статкомитета СНГ. Ольга. Галина, Статкомитет СНГ. Окей. Александр. Это Москва. Это Косово. Ирина Колоскова, Статкомитет СНГ. Сон, фреквенция, не? Наталья Хохмин, депендация. Спасибо, господин. Спасибо. Сулаймун, Шокзо, наверное, таджикская диаспора. Я не слышал это. Здравствуйте, Ричард, это Ольга из Москва. Никита Макарчян, Высшая школа экономики. Микрофон. Наталья Власова, фонд миграции 21 век. Василий Кравцов, фонд миграции 21 век. Да, и у нас еще коллеги в Душанбе присутствуют на нашей встрече на уголовной площадке. Коллеги в Душанбе, если можете еще... Старт. Нажимать? Да, все уже нажимать. Абдуазис Косылов, центр зеркала. Добрый вечер. Гульнора Абекнадарова, центр зеркала. Рустем Тахиров, директор общественной организации молодежь нового века. Благодарю вас. Саада Талимова, исследовательский центр ШАХ. Мирзодин Шарипов, заведующий от организационного отдела миграционной службы. Окей. Ну что ж, большое спасибо. Большинство имен я все равно не запомнил. Но, тем не менее, надеюсь, что мне просто потом пришлют список участников нашей встречи. Или, может быть, чуть позже входит даже в дискуссию, и вы еще раз сможете представиться. Меня хорошо слышно. Таджикистан тоже там, я думаю, и Масква. Правильно? А Таджикистан меня слышит хорошо? Да, слышно хорошо. Да. Ну что ж, конечно, было бы лучше, если бы мы общались лицом к лицу, живьем. Но, к сожалению, это невозможно, поскольку 30 июня нам необходимо закончить этот проект. А у меня 30 июня истекает еще один проект, но в Эквадоре. Поэтому я сейчас и нахожусь в Эквадоре. Итак, начинаем пока с моих слайдов. Первый слайд презентации, пожалуйста. Для меня большая честь принимать участие в работе над этим проектом. Я рад возможности взаимодействовать с Ириной Денисовой. Я благодарю ее за тот вклад, который она принесла в данный проект. Насколько я понимаю, Ирина уже выступила перед вами и доложила о результатах российской части проекта. Сейчас в Эквадоре очень хорошая погода. Восемь утра. Великолепный пейзаж. Горы за окном. Ну а в Москве, я думаю, что, наверное, уже ближе к вечеру. Вторая половина дня. Наверное, не нужно мне рассказывать, что такое Таджикистан и почему именно эту страну мы отобрали для нашего проекта. Таджикистан известен как одна из стран, где имеется, пожалуй, одна из самых высоких показателей денежных переводов к ВВП страны. Это очень интересная страна с точки зрения анализа миграции и анализа денежных переводов, поступающих в нее. Таджикистан стала первой страной, которой такой анализ был проведен. Надеюсь, что в перспективе мы сможем охватить и другие страны такими обследованиями, в том числе и страны исхода мигрантов. И также принимающие страны, в данном случае это Российская Федерация. Весьма важно выяснить численность мигрантов, покидающих Таджикистан, их состав и проектировать, как их отъезд влияет на положение их домохозяйств. Это, как мы посчитали, дало бы нам очень важную информацию для определения характера миграции из Таджикистана и характера возвращающихся мигрантов. А также это позволило бы нам лучше представить себе, как миграция влияет на благосостояние домохозяйств. Соответственно, эти данные, эта информация может лечь в основу программ борьбы с бедностью. Кроме того, эта информация интересна и Российской Федерации, а также и другим странам, принимающим у себя мигрантов, и стран, которые отправляют мигрантов, в том числе в Российскую Федерацию. Речь идет, предусловно, о бывших республиках Советского Союза. На этом слайде представлена некоторая информация о методологии, которую мы применили в рамках нашего обследования. Я не знаю, будет ли это вам интересно, но хочу сказать, что мы начали с анализа достаточно типовой ситуации. У нас имелись некоторые данные, некоторая информация, но эти данные были недостаточно полные, недостаточно обильные. Но мы об этом поговорим чуть позже, поскольку это обусловило характер выборки, с которой нам пришлось работать. Мы использовали данные переписи населения 2010 года в Таджикистане. Мы анализировали так называемое постоянное население и присутствующее население на момент опроса. Понятно, что численность будет несколько различной в каждой группе, и разница достигала порядка 7%. На первом этапе мы определили первичные единицы обследования. Центр «Зеркало» помогал нам в проведении этого обследования. Порядка 400 домохозяйств эмигрантов было охвачено нашей выборкой. То есть эти домохозяйства, в которых в период с января 2004 года по текущий год кто-то выезжал. Также мы охватили порядка 200 домохозяйств, вернувшихся эмигрантов, и 400 домохозяйств, где эмигранты отсутствовали. При составлении выборки мы не охватили один из регионов Таджикистана, поскольку там доля эмигрантов в общем населении была очень небольшой. Это было всего лишь треть процента. Поэтому мы отобрали конкретные регионы страны, и было принято решение применить простое распределение по районам. Для семи основных территорий, на которых формировалась выборка, соответственно, было отобрано пропорциональное число районов в каждом из таких регионов. По-моему, у нас небольшая помеха была в связи. Если какие-то вопросы появятся по ходу моего выступления, то, пожалуйста, задавайте их, если нужно что-то прояснить, сообщите какие-то факты или что-то еще. Но, похоже, тем не менее, это была лишь помеха в канале связи. Итак, мы увидели, что вероятность попадания довольно много домохолейц-выборков была достаточно ровной для разных совокупностей. И мы использовали двухэтапный процесс формирования выборки. Были отобраны по три кластера в каждом районе, и совокупное число домохозяйств составило 3432. Вот они вошли в список. Были некоторые аспекты, которые мне показались не совсем точными, исходя из технического описания. Но, в принципе, на каждую выборку пришлось по 40 домохозяйств трех кластеров, которые мы посетили. Таким образом, удалось охватить по 40% домохозяйств, в которых имелись мигранты, или вернувшись мигранты, и 20% домохозяйств, где мигранты отсутствовали. И в итоге мы получили значения, которые очень близки к реальным значениям численности домохозяйств, попадающим в ту или иную категорию. Происпользовалась таблица Киша для отбора респондентов в коммуненном домохозяйстве. Если имелось больше, чем один кандидат на интервью, скажем, если есть больше, чем один иммигрант, то, соответственно, тоже имелось смысл использовать таблицу Киша, чтобы выяснить, кого опрашивать, от кого получать данные. Но здесь есть небольшой недостаток, поскольку у нас имелись определенные ограничения по срокам и по средствам. Пришлось вести работу очень быстро. И в связи с этим мы не проводили повторные опросы и повторные визиты в эти домохозяйства. То есть, если в домохозяйстве отсутствовал интересующий нас респондент на момент проведения визита, мы просто шли в другое домохозяйство. Если отобранный респондент по таблице Киша отсутствовал, то мы, повторяю, шли в другое домохозяйство, отбирали другого респондента. Это, безусловно, ускорило процесс работы, но вместе с тем это обусловило определенные проблемы. А именно, мы фактически опрашивали тех, кто оказался дома на момент визита, а не обязательно именно тех респондентов, которые нас на самом деле интересовали. На самом деле, данная ситуация наблюдалась в обеих странах, и это привело к определенному смещению данных, и мы не смогли скорректировать или взвесить полученные нами наблюдения. Тем не менее, данная методика представляется достаточно малозатратной и достаточно эффективной с точки зрения получения данных. Смещение с точки зрения наличия мигранта на домохозяйствах не наблюдалось, потому что нам для опроса на домохозяйство необходимо было просто убедиться в том, что в составе есть либо действующий мигрант, либо вернувшийся мигрант. Далее, еще раз повторюсь, в качестве респондентов выступали, прежде всего, те люди, которых нам удалось застать в домохозяйстве. Это, как правило, было либо женщины, либо безработные. Женщины, соответственно, вели домашнее хозяйство и не работали. Это самый плотный слайд во всей презентации, я не плотный, и, надеюсь, все его смогут прочесть. Тут у меня есть несколько слайдов после короткого резюме, с которого мы начали. Давайте рассмотрим теперь характеристики мигрантов. В основном мы говорим о демографических параметрах, описывающих их. Потом перейдем к другим аспектам их условий жизни и так далее. Таким образом, мигранты из Таджикистана, практически все они, едут в Россию. По крайней мере, судя по нашему обследованию 95-99%. Цель 95% едут работать. Данные показывают, что большинство из них уехали в последние два года. Очень большой приток поехал, особенно в 2013 году, большое количество людей. До того, надо помнить, как собирались эти данные. Информация о людях, которые уехали из дома и еще не вернулись. Большинство из этих людей, я считаю, они, в общем, попадут в число вернувшихся в 2013 году, или в 2014 году, в 2015 году, те, кто уехали в 2012. То есть, большинство этих индивидуумов не остаются очень надолго. Из них 95% мужчин, 60% из них женаты или замужем, если женщины, и в среднем уровень образования 9,2 года у мигрантов. Причем, в основном, едут сыновья, меньшей степени главы семейств. Причем, главы семейств с большей вероятностью возвращаются домой или возвращаются раньше, чем сыновья. Некоторые из этих сыновей холостые. В общем, мы не очень точно знаем. Какое-то количество из них остаются и женятся, например, во время пребывания в Москве. И в этом случае они в большинстве своем женятся на таджичках, гораздо чаще, чем на русских. Есть несколько факторов, которые влияют на домохозяйство, где имеются мигранты. Если у домохозяйства есть родственники за границей, то среди мигрантов больше тех, у кого есть родственники за границей, прежде всего в России, по сравнению с домами, где мигрантов нет. Источники информации здесь очень важны. Важны предыдущие поездки за границу. Имеется в виду, когда сами члены домохозяйства раньше ездили за границу, как правило, в Россию. Это вполне согласуется с теорией миграции, которая строится вокруг понятия сетей. На этой основе мы можем быстро взглянуть на несколько слайдов с данными. И я надеюсь, что вы можете... Я надеюсь, шрифт достаточно крупный, чтобы вы могли прочесть цифры. Мы с моим коллегой Джейнсоном постарались увеличить размер шрифта здесь. Но это все делалось вчера вечером, потому что наш техник не смог помочь во всем. Первая таблица вроде бы все нормально. Тут ясно, кто куда едет, в какие страны. Возвращаются, естественно, из той же страны, откуда уехали. Это понятно. Следующий слайд. Речь идет уже о главных причинах уезжать из Таджикистана. Почти всегда причина... Уезжают, чтобы работать. Это похоже на многие миграционные потоки в мире, поскольку мало кто из Таджикистана не едет в Россию для учебы. Следующий слайд. Это данные... Да, это за последние 10 лет, с 2013 года. С 2003 года, с 2003 года год, когда мигрант уехал из Таджикистана. В 2013 году... Исследование, кстати, проводилось весной 2014 года. И, похоже, большинство мигрантов задерживаются на 24 месяца. Огромный всплеск, вы видите, в 2013 году. Возвращающиеся мигранты возвращаются после более длительного периода пребывания. И возвращающиеся мигранты – это люди не только мужчины, но сюда входят также женщины. И люди, которые могли уехать холостыми, но возвращаются уже с семьями. Следующая страница, пожалуйста, да. Спасибо. Следующий. Это одна из самых важных таблиц во всем проекте, потому что здесь показаны некоторые из основных характеристик. характеристика этих основных групп населения, так, чтобы можно было сравнивать два главных сравнения. Сравнение мигрантов с вернувшимися мигрантами, поскольку это показывает очень важные характеристики возвращающихся мигрантов, в отличие от тех, кто не возвращается. И еще данные. Сейчас я вкратце это суммирую, но еще одно важное сопоставление здесь – это мигранты и возвращающиеся мигранты, но с акцентом уже на мигрантов, в отличие от тех, кто не выезжал в качестве мигранта. То есть здесь речь идет о том, какие причины заставляют людей мигрировать. И, во-вторых, что их заставляет возвращаться. То есть в идеальном случае мы можем понять с помощью этих данных – это, собственно, первый шаг к тому, чтобы проанализировать детерминанты миграции, сопоставляя мигрантов с не-мигрантами, что мы видим. Мигранты, у них несколько более высокий уровень образования, гораздо больше мужчин, возраст моложе. А, извините, на одну страницу назад, пожалуйста. Вот таблицу сейчас, пожалуйста. Те, кто не мигранты, это люди более старшего возраста, с более низким уровнем образования, и с большей вероятностью это женщины, хотя смещение данных здесь отчасти вызвано особенностями сбора данных в поле. И, кроме того, среди возвращающихся больше людей в браке, чем холостых, которые возвращаются уже в паре. Это, правда, несколько может ввести в заблуждение, потому что в число возвращающихся входят не только те холостые мужчины, которые уехали в поисках работы, но и их жены, например, чаще всего. То есть подобные сопоставления – это всего лишь первый шаг к пониманию определяющих факторов эмиграции и обратной эмиграции. Вот эти данные можно использовать для анализа миграции в будущем. Я надеюсь, кто-то займется этим исследованием. Отношения с главой семейств. Это в основном речь идет о сыновьях и дочерях, тех, кто уехали, и, как я уже говорил, главы семейств чаще возвращаются, чем холостые сыновья. Сыновья и дочери возвращаются реже. Следующая таблица, пожалуйста. Еще один параметр – факт о наличии родственников или друзей, живущих за границей, до принятия решения о миграции. Следующий слайд. Существует много источников информации о миграции. Почти везде здесь можно сравнить источники информации по иммиграции с информацией о неммигрантах, и мы видим, что эмигрировавшие… Правда, в этих данных данные об эмиграции, как правило, сообщаются каким-то другим членам семейства. Это не данные, так сказать, ну, не на 100% надежные, может быть. То есть, это вопрос курицы и яйца в каком-то смысле. То ли эти люди ищут информацию, потому что они планируют и хотят уехать, а не мигранты и не собираются тратить на это время на поиск информации, потому что не собираются уезжать. Неизвестно до конца, но эта таблица, тем не менее, подчеркивает важность источников информации. Двигаемся дальше. Я конкретно не говорил об этом, но мне кажется очень интересным вот эта часть. Люди, которые эмигрировали, уже имея детей до эмиграции, и те люди, которые... Иммигранты, примерно третий из них, которые завели детей, находясь за границей. И опять-таки, пожалуйста, не забывайте, в основном речь идет о мужчинах. Это предполагает, что либо жена была беременна, когда они уезжали, либо этот человек... Либо она к нему приезжала в гости, даже если он там работал в России всего 2-3 года. А среди возвращающихся эмигрантов за последние 5 лет это больший период времени, чем 2-3 года, на которые едут большинство. 50% среди них уже заводят детей за это времени, в отличие от тех эмигрантов, которые в среднем проводят за границей примерно половину этого срока, 2-3 года. Можем двигаться дальше. Мы бы, конечно, могли бы сделать больше, если бы у нас были данные по женщинам, но женщин сравнительно очень мало в этих выборах. Дальше, уровень образования перед миграцией. Здесь интересно отметить нелинейный характер динамики. Это было довольно трудно получить данные. Эти данные... Просто речь могла идти об образовании, которое узнаешь у других членов семьи. Некоторые считают, что можно взять данные любого исследования и знать уровень образования, исходя из этого. Это не так. Надо изучать конкретно. Причем, отчасти этот фактор оказывает влияние на миграцию. Это ключевой параметр во всех исследованиях миграции. И здесь довольно интересная бимодальная дистрибуция для распределения факторов образования мигрантов до миграции. Особенно это касается среднего образования. А среди не мигрантов... У них и уровень образования в среднем ниже. С одной стороны, больше людей с низким уровнем образования, и, с другой стороны, больше людей с высшим уровнем образования, университетским. Хотя всего только 12 не мигрантов были проинтервированы. Скорее всего, это были женщины в большей части. А у женщин, скорее всего, образование в Таджикистане уровень ниже, чем у мужчин. То есть, эти данные не должны заставлять нас слишком на них зацикливаться. Мы, правда, не видим сильных различий в уровне образования между мигрантами и не мигрантами. Дальше, до выезда, это ключевой фактор, 18% мигрантов искало работу, а среди не мигрантов искало работу только 7%. Безработица или, может быть, те, кто ищет первое место работы в жизни, это те люди, которые с большей вероятностью мигрируют, чем не мигранты. Вопрос отсюда. А, да, понятно. А те, кто уже завел детей, заботятся о них или учатся, с меньшей вероятностью уезжают из Таджикистана. Правда, здесь нет разбивки по полу. Надо предполагать, что, вероятно, эти мигранты в основном мужчины, а среди не мигрантов состав половой другой. Вот это несколько слайдов, где мы разделили данные по половому признаку, и вы видите, здесь цифры очень небольшие. Поэтому мы не проводили дальнейшие работы с данными о женщинах по состоянию, статусу даннитости, не мигранты женщины. Среди них только 11 работало, всего 11. Интересно, что не мигранты женщины гораздо чаще учатся, чем мужчины. Это, кстати говоря, мы видим во многих частях мира, например, в Латинской Америке, где гораздо выше уровень доли женщин, которые учатся в средней школе или в ВУЗе, которые заботятся о детях. И, по-видимому, имеет место тенденция, что мужчины эмигрируют чаще, если уровни образования у мужчины и женщины в семье близки друг к другу. Из чего можно предположить, что здесь более такой эголитаристский подход, и, соответственно, они соглашаются на то, что мужчина уезжает за границу работать. Двигаемся дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Так, мы вернемся к этому… Да, предыдущий слайд, пожалуйста. Да, вот это… Условия проживания таджиков в России в сравнении с их первоначальными условиями проживания в Таджикистане. Жилищные условия… Вообще, здесь написано не совсем то, что я хотел сказать. В Таджикистане возвращающиеся мигранты здесь сравниваются с условиями жизни не мигрантов. Различия есть, но небольшие, из чего может следовать, что денежные переводы, которые посылают мигранты, не… в первую очередь идут на улучшение условий проживания или жилищных условий. Иммигранты в целом, из Таджикистана, все знали русский язык до того, как ехать в Москву и другие места в России. Они смотрят российское телевидение, находясь в России, и когда возвращаются домой, они продолжают смотреть, ну, таджикское телевидение само собой, но и российское тоже. Это отличается от многих стран, когда приезжают мигранты, не зная языка, совершенно не намереваясь интегрироваться, и их незнание языка ограничивает их возможности трудоустройства в России и вообще функционирования в России. Но здесь это не так, как можно было бы подумать. Мы рассмотрели многие домохозяйства, больших различий не нашли, по этому параметру, извините за вот эти сокращения, только буквально несколько небольших различий, включая там наличие домашних животных разного размера. и меньше это наличие, пожалуй, домашнего обеденного стола и изберегательного счета. Вот что, пожалуй, отличает нашу исследуемую группу. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь я показываю ситуацию с условием проживания. Видим, что качество жилья и материалы строительные практически не отличаются у различных домохозяйств. Это информация о том, какое телевидение смотрят мигранты и вернувшиеся мигранты. Ну а здесь несколько слайдов о роде занятий до и после отъезда из Таджикистана. Мы составили такую матрицу, табличку для сравнения различных видов занятости. Она, в принципе, схожа с категориями МОД, но не на все 100% совпадает с этой категорией. Тем не менее, мы пытались отразить в этой матрице все виды деятельности иммигрантов до отъезда из страны и после их прибытия в Российскую Федерацию. Лишь 11% в России демонстрируют другой вид занятий. То есть мобильность, часть занятости не слишком высока. Люди продолжают заниматься в России тем, чем они занимались дома. Кроме того, поскольку мигранты находятся в России относительно непродовольное время, то такой результат не слишком удивляет. подавляющее число иммигрантов – это мужчины, свыше 60% из них заняты в строительстве. И следующая по численности категория занятости для иммигрантов – это сфера услуг. Ну, наверное, можно идти дальше, потому что интересно сравнить эти данные с данными по иммигрантным женщинам. Будьте любезны, чуть назад мы перескочиваем слайд. Да, вот этот слайд. Буквально пару минут. Давайте посмотрим на этот слайд чуть повнимательнее, потому что на нем представлены данные, полученные в ходе обследования в Таджикистане. В рамках нашего проекта мы рассмотрели такие вещи, как намерение уехать в страны. Мы анализировали эти намерения в разных группах населения, и мы посмотрели на денежные приводы. Итак, сначала обратимся к планам уехать из Таджикистана. Среди обследованных иммигрантов лишь 5% планируют остаться в Российской Федерации по информации тех, кто был нами опрошен. Как вы помните, зачастую в качестве респондентов выступали либо супруги, либо родители реальных мигрантов. Далее, порядка 40% респондентов не знали, собираются ли иммигранты оставаться в России. Далее, почти половина из вернувшихся иммигрантов намерены снова выехать в Россию. Совершенно очевидно, что для них пребывание в России имеет существенные выгоды экономического характера, несмотря на то, что рот их занятий имеет не слишком высокий статус и уровень оплата труда не слишком высок по сравнению с другими странами. Тем не менее, с точки зрения Таджикистана, этот доход достаточно высок и интересен для этих иммигрантов. Далее, 12% неммигрантов тоже собираются уехать из Таджикистана. Интересно было бы посмотреть на эти данные в разбивке по полу, по родственному составу. Наверняка, большая часть желающих выехать оказались бы мужчинами. Далее, почти две трети из иммигрантов отправляли домой денежные переводы. Мы не знаем, какая доля из других категорий, определенных нами респондентов, направляли такие переводы. Да, 85% вернувшихся иммигрантов заявили, что они отправляли такие переводы. Но чуть позже мы увидим, что эти средства отправились ими, прежде всего, не на цели текущего потребления, а в инвестиционных целях. Кстати говоря, вот эти две трети иммигрантов, это по факту не иммигранты, а это респонденты, те, кто отвечал от имени иммигрантов. Как я уже сказал, зачастую это были их родители или супруги, и они могли просто из-за вот такого смещения выборки заявить о том, что их родственники, действительно, находясь на доработках в России, отправляли домой деньги. Просто потому, что желали, скажем, проремонтировать признательность своим родственникам таким образом и не выставить их в не слишком благоприятном свете. Но, как бы то ни было, денежные переводы играют очень важную роль. Я вот недавно завершил исследование в Эквадоре, и в Эквадоре лишь 31% мигрантов переводят деньги домой. А в Саджикистане, безусловно, эта доля гораздо выше. Далее, суммы, которые переводились... Ну, здесь показано медианное значение средств, которые перечислялись иммигрантами в течение последнего года. Это почти 1200 долларов, а среднее значение почти 2000 долларов. Очень интересно отметить, что среднее значение оказалось существенно выше медианного. Мы слышали, что некоторые мигранты перечисляли достаточно существенные суммы. Было бы интересно узнать чуть подробнее, что это были за люди. Далее, порядка 13% переводов имели неденежный характер. Это были посылки с одеждой, с товарами, с мобильными телефонами. Кстати говоря, интересный момент. Именно мобильные телефоны, не телевизор, не компьютер, а именно мобильные телефоны. Вернувшиеся иммигранты заявляли о том, что они отправляли домой деньги в инвестиционных целях, ну, скажем, для оплаты обучения детей или на другие схожие цели. Причем, вернувшиеся иммигранты гораздо чаще упоминали о том, что они такие деньги отправляли домой, чем респонденты заявляли о том, что они эти деньги использовали. Здесь наблюдается явное смещение наших респондентов. Далее, поведение в части отправления денежных переводов не сильно коррелирует ни с возрастом мигранта, ни с полом, ни с семейным положением, ни с отношением мигранта к главе домохозяйства, ни с уровнем образования, ни даже с видом занятости. Действительно, было бы очень интересно посмотреть на детерминатное поведение иммигрантов в части отшления денежных переводов. Ну, вот некоторые данные о намерениях уехать из Таджикистана по разным категориям обследованных нами. Это, соответственно, иммигранты, вернувшиеся иммигранты и не-мигранты. Кто из них намеревается выехать в Российскую Федерацию? Далее, вот здесь представлена информация о денежных переводах, которые напрошенные когда-либо осуществляли. Ну, а здесь показано, на что использовались эти деньги домохозяйствами в Таджикистане. И мы видим, что довольно часто эти средства использовались для того, чтобы мы бы назвали формирование человеческого капитала. То есть, это оплата медицинских услуг, это оплата образования и так далее. Кстати говоря, я не помню, задавали ли мы вопрос о использовании средств для открытия своего дела, но если да, то доля тех, кто использовал деньги для открытия своего бизнеса, оказалась очень небольшой. Следующий слайд. Извини. Ну, а здесь представлены некоторые характеристики отправителей денежных переводов в разбивке по возрасту, полу, уровню образования и семейного положения. Собственно, все эти покоратели, все эти данные очень схожи с более многочисленной совокупностью иммигрантов, которые осуществляют денежные переводы. Ну, я решил, что, наверное, не нужно какие-либо итоги подводить или какие-то выводы формулировать. Я думаю, что данные, представленные в таблицах, достаточно наглядно показывают полученные итоги. Я не знаю, нужно ли нам сейчас сделать небольшой перерыв, чтобы вы смогли откомментировать услышание или какие-то вопросы задать. Ну, собственно, это основная часть моего выступления, а дальше я хотел бы остановиться на интересных методологических аспектах и различиях между таджикской и российской частями абсолютно. Ну, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Нет, может быть, Ричард, имеет смысл, чтобы вы закончили ваше выступление, а потом мы зададим вопросы и вам, и Ирине одновременно. У нас не так много времени осталось для того, чтобы выслушать выступление и задать вопросы. Поэтому прошу вас продолжить. Я надеюсь, что мы сможем должным образом организовать часть нашей встречи, посвященной вопросам и ответам, и, соответственно, сможем отвечать на том языке, который нам удобнее, соответственно, Ирина на русском и на английском, но как бы то ни было. Я хотел бы сейчас сказать несколько слов, сказать о сопоставлении двух обтягиваний, российского и таджикского. Вот первый слайд этой части моего выступления как раз посвящен этому моменту. Должен сказать, что имеется достаточно значительный интерес к сопоставлению результатов обследований в стране назначения и в отправляющей стране. Кстати говоря, я сам, пожалуй, внес вклад в формирование такого интереса, опубликовал свою книгу в 1997 году. Там речь шла о мигрантах из стран Ближнего Востока и африканских стран в страны Европы, такие как Италия и Испания. Они выступали в качестве стран назначения. Вот тогда я очень активно занимался этими исследованиями, я помогал составлять выборку, я формулировал вопросы, вошедшие в анкету. Но, собственно, анализа полученных результатов тогда серьезного не проводилась. Тем не менее, я считаю, что такие сравнительные анализы оказались бы весьма полезными. Если рассмотреть, скажем, египтян, которые уезжали на заработки в Италию, и сравнить их с египтянами, которые оставались дома, и с теми египтянами, которые уезжали, скажем, в Испанию, мы получили бы достаточно интересные результаты. Так вот, можно было бы предположить, что мы, в общем-то, анализируем этих и тех же людей, очень схожих людей. И в рамках нашего обследования, таджикской, российской, его части, я думаю, можно было бы провести аналогичную работу, аналогичный анализ. Конечно, можно было бы вскрыть некоторые различия. В зависимости от механизмов и методик сбора данных, можно было бы выявить какие-то наиболее интересные характеристики этих мигрантов. Это дало бы нам более четкое представление о составе мигрантов и, соответственно, позволило бы нам в перспективе применить более эффективные методы сбора данных. Кстати говоря, сама концепция этого сравнительного анализа появилась, опять-таки, в 90-е годы XX века, и она, в общем-то, во многом перекликается с колониальной традицией европейских стран, когда масса мигрантов из бывших африканских колоний стали приезжать в Европу, когда стали формироваться финансовые, экономические связи между бывшими митрополиями и колониями, с учетом того, что языковой барьер в общении отсутствовал. И сейчас мы видим, что, скажем, те же самые представители франкофонной Африки с большей вероятностью выезжают во Францию, а, скажем, не в Лондон. Соответственно, совершенно естественно, представители бывших советских республик выезжают в Российскую Федерацию, потому что они владеют русским языком и проще адаптируются к среде пребывания. То есть, во многом, существующая картина миграции из бывших республик в Российскую Федерацию схожа с той, которую я описал примитительно к анализу потоков мигрантов в Европу. И действительно, мы видим, что подавляющее большинство таджиков выезжает именно в Российскую Федерацию, причем в европейскую, урбанизированную часть страны. И мы помним, что в Российской Федерации ответование прошло в декабре зимой, и совершенно понятно, что некоторые результаты, полученные в российской части, обследования могли быть не только смещены, но, скажем, с меньшей вероятностью, мы обнаружили бы таджиков, работающих в декабре в поле, в сельском хозяйстве. Но, как бы то ни было, мы увидели, что очень небольшая доля таджиков работает именно в сельском хозяйстве. И эта картина разительно отличается от того, что мы видим в Соединенных Штатах, когда, скажем, подавляющая доля мексиканцев, приезжающих в США, работает именно в сельском хозяйстве. Их там даже больше, чем в строительстве. В нашем проекте, в нашем обследовании нам необходимо было сформировать сопоставимые определения, то есть мы должны были четко определиться, кого мы понимаем под мигрантами, и что мы вкладываем в этот термин. Мы должны были четко определить, какую долю мигрантов мы собираемся охватить нашим обследованием. Мы должны были определиться с географической областью распространения мигрантов. Ну, как уже было сказано, в основном акцент делался на европейской, урбанированной части Российской Федерации, куда пребывает подавляющее большинство мигрантов. Несмотря на то, что в российской части ответные использовались списки, составленные диаспорой, не всегда удавалось добиться должного качества данных для анализа. Но, тем не менее, мы все же вполне способны попытаться сопоставить вот эти две совокупности мигрантов, рассмотренных в российской и в таджикской частях нашего обследования. Ну, вот здесь, на этом слайде, я показываю определенные сложности, которые возникли при попытках осуществить такое сопоставление. Ну, во-первых, полевая работа, проводившаяся в обеих странах, столкнулась с определенными сложностями. Ну, конечно, в идеальной ситуации хорошо было бы иметь совершенно научную вероятность на выборку, которая была бы охвачена вопросами, которые прикликались бы с вопросами переписи населения. Хорошо было бы, кстати говоря, включить в перепись вопросы, касающиеся миграции. Это, в перспективе, позволило бы нам более качественно сформировать вероятность на выборку перспективных респондентов. Ну, как бы то ни было, мы смогли определить, пусть не идеально, но достаточным качеством границы нашей выборки. Это, конечно, привело к определенному смещению в части опрошенной совокупности. И это также сказалось на качестве нашего сопоставительного анализа с учетом наличия разной категории опрашиваемых, а именно мигрантов, вернувшихся мигрантов, не мигрантов. Мы видели, что в нашей выборке оказалось избыточное число неработающих и женщин, причем в обеих странах. И мы также не отслеживали детали вот этого двухстадийного процесса составления выборки, насколько мне известно, поскольку задача эта довольно обременительная. Тем не менее, это позволило бы нам создать, разработать веса для распределения по разным весам домохозяйств в разных территориях, исходя из пропорций включенных в выборку в результате последовательной серии интервью, собеседований. То есть эти вопросы делают обследование в каждой стране не идеальными, а, соответственно, сравнивать результаты по разным странам тоже будет по-своему не идеально в разных отношениях, поэтому сопоставления также будут от этого зависеть. Следующий слайд, я думаю, в каком-то смысле может быть тоже важен. Уже давно известно, и другие люди, другие авторы об этом писали, что при обследовании первоначальных домохозяйств, стран, из которых уезжают мигранты, информацию берут у того, кто остается в доме и может ее сообщить. предыдущие попытки, которые мне известны, попытки получить данные о всех членах домохозяйства, если, например, уехали все, и узнать что-то от соседей, как, например, были попытки в Египте, к успеху не привыли. То есть есть разные типы миграции, индивидуальные мигранты, так легко собирать данные, например, в Таджикистане, если уехал один человек из дома, другое дело, если уехала вся семья. В странах, принимающих, очевидно, находятся мигранты и того и другого типа. Их с ними можно говорить. В результате, индивидуумы из Таджикистана, которые живут в Москве или где-то еще в России, иногда, сами по себе или живя вместе с кем-то в одном жилье, где, например, глава домохозяйства может быть русским, мы вот так можем собирать данные. Но если все семейство таджиков в странах, принимающих, бывает так, что и целиком семья из Таджикистана переехала и живет там. Теоретически, можно прочитать данные о мигрантах в России и постараться вычленить эти данные те, кто мигрировал индивидуально и те, кто мигрировал в составе целой семьи или домохозяйства и проводить сопоставления только, например, по однотипным мигрантам, индивидуальные мигранты с индивидуальными мигрантами, Таджикистан с другими странами. Такие сопоставления действительно были бы интересны. Это могло бы помочь показать, что об индивидуальных мигрантах данные более высокого качества, чем вообще о мигрантах из Таджикистана. В общем, можно было бы именно этого и ожидать, потому что это общенациональная выборка Таджикистана, а Россия слишком большая страна для того, чтобы этот проект мог охватить и собрать все данные, составить общенациональную выборку, включая огромные территории Азиатской России. С точки зрения Таджикистана, они не знают ничего о характеристиках мигрантов, которые уезжают из своих домохозяйств. Если бы, например, они вели мониторинг населения, горизонтальные исследования, так, например, поступают в Марокко, в какой-то момент у них тоже были бы данные о домохозяйствах, и когда в следующий раз обследование проводится данного домохозяйства нет, это означает, скорее всего, миграцию. Но для этого требуется непрерывно ведущийся реестр населения, поэтому если кто-то исчезает из вашего базового обследования, значит, они уехали из страны или находятся где-то в другом месте в той же стране. Для изучения международной миграции даже горизонтальных обследований может не хватить. Это не стопроцентное решение. Однако Таджикистан для Таджикистана было бы очень полезно было бы полезно иметь данные, которые позволяли бы сопоставлять миграцию отдельных таджиков из Таджикистана и целых домохозяйств, чтобы выяснять разные характеристики тех, кто уезжает, именно уезжает в одиночку или в составе семьи, в отличие от тех, кто захочет и понимать, кто из них будет оставаться, например, в России или возвращаться домой, какие у них уровни образования, увеличивают ли они эти люди и их дети, возможно, также человеческий капитал в России или нет. Мы ничего об этом не знаем без данных российских. Поэтому вычленение данных по индивидуальным мигрантам и домохозяйствам из общероссийских обследований по таджикам. Это принесло бы Таджикистану огромную пользу. Давайте пойдем дальше, еще посмотрим пару таблиц. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, возрастных различий практически мы не нашли существенных в этой всей, в этом всем корпусе, всем корпусе данных о мигрантов. Наверное, это можно заключить отсюда, что домохозяйство, вероятно, главы семейств могут быть там 32 года в среднем. Это примерно столько же, сколько у индивидуальных мигрантов. Различия по полу совсем другие, поскольку если уезжает семья, половой состав примерно пополам, плюс дети, еще пропорции совсем другие. И уровни образования тоже иные. И безусловно, это влияет, если выезжает семья целиком, а не индивидуальный мигрант, на длительность пребывания в России. Многие индивидуальные мигранты возвращаются чаще, а семьи могут провести в Россию 5-10 лет. Индивидуальные мигранты, как мы помним, год-два-три. Так, что я здесь пишу, условия проживания в проекте Ирины. Ну, Россия страна развитая, поэтому условия проживания совсем другие у мигрантов из Таджикистана, которые живут в России, в отличие от немигрантов, которые остаются в Таджикистане. Несколько таблиц давайте посмотрим и на том завершим. Следующий слайд. Это да, возрастные различия не слишком большие, если учесть, что данные об иммигрантах слева основаны на только трех возрастных группах 15, 29 и 30 и более. А в другие популяции включены другие выборки, включены члены семей. Следующий слайд, пожалуйста. Вы меня слышите? Да, спасибо. Уровень образования Так, здесь вот по высшему образованию. Да, здесь не очень понятно, что происходит с образованием, судя по этим данным. Идем дальше. Длительность миграции в России очень большое различие для индивидуальных, если брать индивидуальных мигрантов из Таджикистана по таджикскому обследованию и смешанному составу мигрантов, индивидуумы и семьи по российским данным. Следующий слайд. Жилые условия, жилищные условия таджиков, тип жилья, но Таджикистан это страна с низким уровнем дохода, таджики, живущие в России, живут в основном они арендуют квартиры, конечно, снимают квартиры, а в Таджикистане как правило им принадлежит отдельный дом. Следующий слайд. Материал наружных стен дома, где они проживают, это также отражает различия в условиях проживания в Таджикистане и в России. Следующий слайд, пожалуйста. Несколько выводов из сопоставительного исследования. Тот факт, что обследование, проведенное в России, включает как индивидуальных мигрантов, и мигрирующие домохозяйства, в то время как в Таджикистане это не так, приводит к большим различиям во всех переменных. Состав разбивка по полу, и в результате очень трудно сопоставлять подобные наборы данных. И вопрос встает, возможно ли вообще, я правда не знаю ответа на этот вопрос пока что. Мы с Джейсоном еще не до конца изучили данные. Мы как раз сейчас этим и будем заниматься, пытаясь понять, возможно ли определить, насколько хорошо мы можем выяснить, кто мигрировал в Россию индивидуально, в отличие от тех, кто мигрировал в Россию в составе семьи. Я не уверен, что нам это удастся определить. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, я думаю, а нет, извините, на один назад, пожалуйста, перескочили. Предыдущий слайд, пожалуйста, да. Так, нет, не так. Вот следующий. Так, ну, давайте еще раз, пожалуйста, следующий слайд. да. Если бы мы могли вычленить данные по индивидуальным мигрантам, хотя бы приблизительно из существующих исследований и вычленить их из российского исследования, это был бы важный методический вклад, потому что тогда мы бы смогли узнать гораздо более точные данные об индивидуальных мигрантах, потому что сколько из них приехали в составе семей, в чем разница между этими характеристиками, тогда мы смогли бы сравнить характеристики индивидуальных мигрантов с характеристиками, полученными по обследованию в Таджикистане. Мне неизвестны пока исследования, которые пытались изучить этот вопрос раньше, хотя об этом шла речь уже, собственно, два десятилетия об этом идет речь, и несколько других людей этим занимаются. Один француз интересный, Крис Бошемен, из Парижа, он пытался сопоставлять данные по стране, исходной и принимающей по разным европейским странам интересные работы. У него очень интересная методика использована. Я не уверен, что он уже натолкнулся на этот конкретный вопрос, но я его считаю важным методическим вопросом для сферы изучения международной миграции. Если теперь оглянуться на эти данные и подумать, как можно было бы вычленить эти данные, наверное, нам стоит с Ириной поработать вместе. И надо еще раз вернуться к анкете, к вопроснику, потому что у меня сильное подозрение, мы вряд ли сможем с этим хорошо справиться, потому что мы не очень точно предвосхитили значимость, предугадали значимость этого вопроса, необходимость вычленения данных по индивидуальным мигрантам от отделения от тех, которые мигрировали в составе семьи. Думаю, что наверно, нам надо было бы включить кое-какие дополнительные вопросы в обследование таджиков в России, но мы этого не сделали. то есть вопрос, может быть, нам все-таки удастся это как-то поправить, я думаю, это трудно будет сделать, потому что у нас нет данных о том, кто мигрировал, то ли индивидуал, индивидуум, который живет сам по себе, или тот, кто уехал не один, а вместе с другими людьми, из чего следует, что может быть уехала вся семья. Это вот именно те вопросы, которые действительно могли бы быть первоначально учтены с помощью, может быть, дополнительных вопросов к анкете. На этом, я думаю, мне пора завершить свое выступление, и мы можем... Да, сейчас, попробуйте, по-моему, это последний слайд, но может быть, нет? А, ну все, тогда, тогда можно вопросы. Выслушайте вопросы, спасибо за внимание, я надеюсь, что, в общем, мы тему охватили. Да, мои последние комментарии, я думаю, что действительно мне было очень полезно для меня самого составить вот эти некоторые сводные таблицы, сводные слайды, хотя, конечно, это бросило, затемнило некоторые мелкие детали, которые можно найти в таблицах, за которые в основном отвечал Джейсон, он для меня составлял эти таблицы, но я думаю, что само это упражнение, составление сводных таблиц меня вдохновило, я работал вчера допоздна, и это был большой интеллектуальный стимул для меня, так что я даже не заметил, сколько времени прошло, но мне было очень интересно, и мне кажется, проект был очень интересным и полезным. я надеюсь, мы все сможем собраться вместе и продвинуть нашу науку и существенное понимание данной темы, может быть, когда-нибудь в будущем. Большое спасибо за внимание и за ваше время, я знаю, у вас уже конец рабочего дня, наверное, я с удовольствием поучаствую в дискуссиях или отвечу на вопросы, если они у вас будут вместе с Ириной, как я полагаю. Спасибо еще раз. Спасибо, Ричард. Итак, теперь мы можем выслушать вопросы. Так понимаю, что Ричард будет на английском языке получать все наши вопросы, ответы мы, естественно, поймем. Вопросы к Ричарду. Yes. О, окей. Да, да, я слышу перевод. Это не такое, так как нас здесь все-таки побольше, мы уже дали время Душанбе, то два вопроса из Москвы, вопрос один из Душанбы. Если у нас оборвется связь, ну, что делать? Пожалуйста, в Москве вопросы. Спасибо большое, Ричард, за, скажем, пояснение по всему исследованию. Конечно, эти все данные, как вот коллеги тоже согласятся, почти большая часть данных нам известна, однако, хотелось бы также уточнить, было ли включено или намечено ли в будущем изучать вопросы, как улучшение уровня навыков во время миграции, да, и как это улучшение навыков влияет на их инком, то есть на их доходы, и еще в каких именно секторах. Может быть, не только уже сейчас идет развитие, скажем, навыков в строительном секторе, но может быть, еще в каких-то других секторах, потому что все-таки тенденции меняются, и также еще хотелось уточнить, будет ли изучаться вопрос именно по образованию, то есть насколько молодые мигранты пытаются после трудоустройства поступить на учебу. И еще, на какие цели идут заработанные средства мигрантов, вот тоже было бы интересно изучить этот вопрос именно в России, потому что уже по Таджикистану АФС проводила исследования по финансовой грамотности, и большая часть ресурсов заработанных идет в Таджикистан, но не для, скажем, улучшения жизни, не для, скажем, не для инвестиций, как это было заявлено в предыдущем, кажется, в предыдущей презентации, вот, насколько вообще среди молодежи или вообще среди мигрантов распространено или же может быть присутствует скажем направление или цель на то, чтобы мигранты как-то начинали делать сбережения, скажем, делать расходы на предпринимательство и для улучшения своего благосостояния. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги Душанбе, только потом дайте, пожалуйста, слово Москве. Ричард, пожалуйста. Рустем Тахиров, директор общественной организации молодежь нового века. Душанбе, понятно. Спасибо. 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 Ричард, please respond if you can. Ричард, обидьте пароли, Смешно-мороджи. Should I respond to the first set of questions? Right. А то есть мать Ричард, но ука. Could the person who asked those questions, who was that? They were good questions. Person from Dushanbe from the Youth Development Center. Oh, those questions, I thought they were from Moscow. Господи, сейчас связь прервется. Не повторить вопросы, нет? Не стоит. Нет, нет, не надо повторить. Дик, you have only five minutes left. Then kit will be disconnected. I'm sorry. I'm sorry. I can respond. I was just asking who was the person asking the question. The person from Dushanbe from local youth center, youth development center. That's a youth development center in Moscow? In Dushanbe. No, in Tajikistan. Ah, in Dushanbe. Right. From Dushanbe. From Dushanbe, the – okay, in Tajikistan. Okay, my understanding was the question was from somebody in Moscow. Okay. Okay, I can – should I answer those questions? I can – I can – okay, well, I will briefly answer them now. Yeah, these are important issues of what kind of skills are acquired and education and what happens during migration and so on. The question about the sector in which migrants work when they're abroad and whether it continues to be prominently construction, we – from a single survey with the retrospective data, migrants returning – I'm trying to think of how we could address this. Return migrants who came at different stages, at different times, there may be something there about economic sector that could show some evolution over time, but basically our project wasn't – already energy. Excuse me? Can you hear me? Remember, the data on immigrants refer to a very short time period abroad, and there was only 11% that changed jobs, so there wouldn't be much change in the type of work that they're doing. So I'm trying to think of how – whether there's anything that could be learned from return migrants who came back at different times. And it's possible – theoretically, it could be possible – that those return migrants who came back more than four years ago versus return migrants who came back more recently. My head has some more differences in construction. I didn't get that. Was that addressed to me? And it sounded like – I didn't – Everything is okay. Move ahead. Okay. Yeah, the other question had to do with the changes in education levels and do younger migrants acquire education abroad. According to our data, overall, there's very little – education of migrants when they're abroad. Presumably, there might be some more education of those who are household migrants. So if we can separate them out, we might find some cases. But it does not – certainly the individual migrants who are males, adult males, averaging 32 years of age. There were like three out of 400 that went for education as a reason. So there's no significant increase in human capital that I can see of Tajik migrants in Russia, because they're going for work for economic reasons. to hear the and what is – and there was a question about what is the money, the remittances spent on, and I talked about that, and the return migrants claim to have spent more on human capital than the – than is reported to be spent by the people in the Tajik households reporting what they spent the money they received from emigrants on. And there was very little on investment. It seems to me in our questionnaire we did have questions about – and there was some increase in savings, but not very significant. In fact, non-migrant households had – were more likely to have a savings account than emigrant households or return migrant households, which was a surprise. Evidence of investing in starting new businesses also was in the – in the questionnaire but was appeared to be insignificant according to the tabulations. And I think it's – it is a key question. And of course, the bank is interested and Tajikistan is interested and to what extent there is – you will be disconnected in 30 seconds. And we just wanted to thank you once again. Yeah. And many, many thanks for your participation in this project. And I believe Irina will be responding to the questions. And just many thanks for the came early in the morning and let's stay in touch and I believe we'll improve the final reports and if there is a chance we'll have another workshop. – коллеги, да, мы остались теперь. Не знаю, Душанба видно или нет. Коллеги, Душанба, слышите ли вы нас? Ну, мы пытались, да, продлить сеанс связи с Душанбе, видимо, не получилось. Не получилось, да, с Душанбе? Пропали они. Два нажать? Нажми два. Один, это был Эквадор. Ну, тогда спасибо переводчикам за их работу в сложных технических условиях. Ирина готова ответить еще на вопросы из зала. Пожалуйста. Тоже, пожалуйста, микрофон, потому что идет запись. Эта методология, которая использовалась, она какую-то имеет опробированность где-то, да? Почему именно к таким методам были прибеганы, ну, вынуждены прибеганы для того, чтобы найти их тут и там, и что привело вот к тем проблемам, о которых Ричард говорил? Или это так получилось и это было создано специально для вот этого проекта? Спасибо за вопрос. Нет, методология была опробована в других странах, да, как бы вот это вот связанное обследование в разных странах, как бы то, как строить выборку, как найти. Понятно, что проще в стране, где приходит домохозяйство и смотрит, как бы есть ли кто-то член домохозяйства. Отдельный вопрос, как там отобрать разные типы домохозяйства в Таджикистане. Основная проблема была, как найти разные типы домохозяйства и как-то их обеспечить представительность. Для этого нужно тоже основу иметь хорошую, представительность с точки зрения типов миграции, тот, кто вернулся, кто вообще откуда не уезжали, и те, кто находится на выезде, член домохозяйства, который не присутствует. Как мы все понимаем, найти иммигрантов в стране пребывания это отдельный методологически сложный вопрос. По крайней мере, тогда, когда нет хорошей основы для того, чтобы определить узкие географические единицы расселения, представленности иммигрантов, подход, который оправдан, это на основании обследования в Таджикистане понять, куда больше всего едут, но называют Москву, Московскую область, другие города, по российским некоторым данным и другим источникам, почему Рамир предложил, хотя Ричард говорил, это европейская часть России, но Тюмени, Новосибирск, это не европейская часть России. У Рамира есть некоторые источники, ссылки, что в этих городах тоже присутствует таджикский диапазон. Мигрантов из Таджикистана значительно. Отдельный вопрос, как выбрать большие географические единицы, другой момент, как внутри этих больших географических единиц желательно бы еще и каким-то образом, который обеспечивал бы репрезентативность, то есть что-то в сторону случайности, эти маленькие географические единицы найти и потом уже вот то, как делалось в Таджикистане и то, что предлагал Ричард здесь, если бы было время. Это тогда, условно говоря, если вы определили, что в этом микрорайоне Москвы проживает значительная часть и вы определили, что в этих трех домах значительная часть мигрантов тоже представлена. Вот вы идете, составляете списки квартир и дальше потом случайным образом отбираете. В Таджикистане, насколько я понимаю, было, может быть, легче, потому что система расселения другая, я оставлю, может быть, будут комментировать люди, которые там делали. И им удалось это в той или иной степени, потому что там составлялись такие списки. Здесь second best был какой? Вот поставить какую-то основу в виде списков именно, и по крайней мере не делать снежный ком. То, про что альтернатива, которую с самого начала социологи предлагали, они говорили, давайте снежный ком найдем и пойдем. Ричард говорил, нет, это хуже. Это заведомо хуже, потому что это обеспечивает смещенность. Можно согласиться, потому что это по связям, кто кого знает. Есть свои плюсы, наверное, но свои большие минусы. Поэтому здесь сделали так. Я бы вот добавил, что меня смущает, что там не было отказов от интервью в Таджикистане, если вы посмотрите, там ноль, когда здесь приличное количество людей отказалось. Культурное отличие тоже как бы. Не знаю. Проблема была следующая, что Душанбе ничего не проводилось, проблема была в том, что мы начали это все в мае где-то 2013 года, а потом начались выборы, потом служба безопасности наезжала на интервью в Таджикистане. Вот если Росстат или комитет СНГ будут что-то делать, бюрократически очень сложно. И одновременно параллельно мы не смогли сделать. И вот непонятно, как в итоге все-таки люди, может, люди боялись не отвечать. Там свои культурные особенности, да, и как бы тоже байос явно создается. И как это преодолеть, не совсем понятно. А тогда в дополнение вопрос, а анкета это тоже та, которая была где-то уже опробована? Да. И поэтому действительно очень важный вопрос про количество членов, проживающих совместно. у нас-то во всех анкетах мы спрашиваем, сколько человек там с вами вместе рядом живет в комнате. Вот тут не было. Я так понимаю, что да, она была опробована до этого в других местах. И понятно, наверное, нужно делать, может быть, какой-то пилот и в Таджикистане, и здесь, для того, чтобы подстроить под нашу специфику. Потому что понятно, что исследования в странах Африки или в Латинской Америке там немножко тоже культурные традиции другие. И поэтому анкета тоже требует доработки в этом смысле. Там есть очень важные и интересные блоки, которые, ну, по крайней мере, вот эти ретроспективные анализы и соотнесения для сравнения по времени, да, как бы вот работы в разные моменты времени. А спрашивается это, хотя ретроспективно иметь свои проблемы, но если у нас нет возможности опрашивать регулярно и делать панель, ну, как бы, это лучшее что-то. Ну, я так понимаю, что было опробовано между странами Африки и Западной Европы, да, и как бы анкета, которую Ричард разработал, там целое еще есть руководство, как использовать. Мы попытались адаптировать, конечно же, и к Таджикистану, и к России, но там часть вещей либо пропустили, либо, наоборот, мы исключили каких-то простейших. По любым индексам, которые приходят из Латинской Америки, из Африки, их тяжело к бывшему Советскому Союзу адаптировать. Там такие бывают вопросы, которые к нам смысла особого уже не имеют, да. И наоборот, какие-то мелочи, которые мы не смогли уловить. Но не забывайте, что это на самом деле все-таки пилотное обследование. И, да, надеюсь, если будут у кого-то деньги в будущем, то особенно у господ из статкомитета СНГ. Да, да, да. Тоже самое интересное и по Киргизии, наверное, там проще сделать по Узбекистану практически невозможно, я думаю, по Украине тоже понятно причинам. Но, в принципе, это возможно делать по странам хотя бы, которые в евразийское сообщество входит, и как-то их обязать периодически вот это делать. Спасибо большое. Сулаймошу, да, я тоже в этой сфере работаю давно, в сфере миграции. В частности, мы работаем с общественным советом при посольстве Таджикистана, УФМС по городу Москве, и, честно говоря, есть очень много вопросов, но я постарался по некоторым пунктам зафиксировать и спросить у вас, и пожелания у меня есть здесь. В частности, вот здесь в слайде номер 4 указано про достижимость. Я думаю, что, да, проблема действительно у вас была, потому что есть культурно-психологический аспект, когда люди неохотно идут на ответы, и многие очень неохотно отвечают, поэтому я думаю, что эта сложность в будущих исследованиях можно устранить, но то, что, или я неправильно понял, или то, что 20% только из всех участников могли ответить вам, я думаю, что это очень, очень маленький показатель пока, то, как вообще выглядит среднестатистический таджийский мигрант. Можно я прямо здесь сейчас отвечу? Просто про этот пункт, потому что дальше будет понятнее. Но, во-первых, это телефонный опрос, ну, вы договариваетесь по телефону, и поэтому там сложнее, вот в интервью, ну, когда вы лично приходите, может быть, договориться легче. И Рамир говорит, что в городах крупных это примерно тот процент финальный, по сравнению с выборкой, которую построили исходно, респондентов, которые отвечают. Это не специфично для этого опроса. То есть Рамир говорит, что 20% это в крупных городах примерно то, что и есть. Это не специфично для этого опроса. Но вот методология опроса по телефону, я боюсь, что... Договориться по телефону. И потом... Ну, это просто, наверное, новое, новое метод. Это ровно потому, что от диаспоры можно было получить как? Можно получить не адрес проживания, а телефон, контакт. Как выйти на человека на контакт? Альтернатива была бы, если бы пошли по... стартуя от списка, вот действительно 20%. Я боюсь, что это маленькая цифра, которая могла бы отражать полностью всю картину. Второй аспект. Вы указали, что 46% не имели опыта работы в России. В то же время... Вообще никакого опыта до приезда в Россию? Вот опять-таки, вот было очень много исследований и по своему опыту мы смотрим, что, к сожалению, на самом деле картина выглядит другую, потому что если люди, которые приезжают... То есть половина людей, которые приезжают сюда и они не имеют опыта, это означает, что каждый год Таджикистан поставляет все новых и новых трудовых ресурсов, что не может быть в корне. Ну, непонятно. Нет, это не означает, мы уже говорили, что тут, к сожалению, в декабре нет сезонных рабочих, да? Есть люди, которые... Это определенный контингент, который уже устаканился в России, на самом деле. Ну, по поводу сезонности... И они когда-то... Они когда-то приехали без опыта и устаканились. По поводу сезонности работников тоже очень большой вопрос, потому что люди, которые приезжают в Москву и Московской области, это, наверное, большинство, они не смотрят на сезон и многие остаются и они уезжают домой крайне редко. Они едут на пересечении госграницы на Украину и приезжают сюда. К сожалению, в этом исследовании не было отражено легальный статус. То есть, правовая сторона вопроса, то, что в прошлом году возникли новые, вообще революционные механизмы в сфере миграции и то, что потом многие вещи, которые возникли потом, мы сейчас их видим. Ну, вот я думаю, что необходимо в обязательном порядке включать правовую сторону вопроса, потому что она отражает другие аспекты, в том числе сроки пребывания и так далее и тому подобное. Как, наверное, вы знаете, в прошлом году несколько сот граждан Таджикистана был закрыт въезд. Это говорит о том, что не может страна больше дать новых трудовых ресурсов, а, допустим, 10 тысяч таджикам, если закрывают въезд, и в этом году тоже планируют где-то около 200 тысяч гражданам Таджикистана закрыть въезд, я думаю, что вот в свете этого мы можем получить совершенно новую информацию. Ну, вот, я сразу отвечу, вы правы, но это не было у нас целью. Правовый статус, мы специально не оставили... Это тоже очень важный Это очень важно, но мы не могли все охватить, да, сфокусировались на другом. Вот в слайде 27 вы указываете, что 18% мигрантов из Таджикистана имели страхование, но это в корне не соответствует тем исследованиям, которые проводили другие исследователи, но по нашим ощущениям и наблюдениям, а к нам информация тоже поступает, и в посольство поступает в общественный совет. Ну, где-то 99% людей до прошлого года не имели медицинское страхование, пенсионное страхование, и так далее, и тому подобное. Поэтому этот вопрос, или же нужно еще раз пересмотреть интерпретацию этих цифр, ну, которые статисты... Граждане могут быть как граждане России уже, да, так с двойным гражданством. Это вопрос того, кто эти люди, которые не ранее, чем 10 лет назад, которые могут иметь российское гражданство, но 10 лет назад, не ранее, чем 10 лет назад, были гражданами Таджикистана, попали в основном в нашу выборку. Это надо просто каждый раз понимать, что эта выборка определена таким образом. Таджикистан, которые имеют гражданство Таджикистана, где-то, ну, в районе 400 тысяч человек, ну, в районе. А вообще, вот по статистике ФМС, где-то около миллион, вот недавно статическую опубликовали, где-то около миллиона человек здесь находятся. Поэтому тут тоже вопросы для обсуждения. Конечно, очень важно было бы сопоставление с другими исследователями и исследованиями и статистическими данными, в частности, ФМС. Конечно, база данных ФМС Цебедуиг, она не очень хорошая, но она единственная, дает информацию тоже РУСТАТ, но есть информация и ФМС, и я думаю, необходимо было посмотреть количество, в частности, женщин, а там есть и гендерный аспект в плане количества таджикских и других мигрантов, есть возрастная категория, то есть там четко указано, сколько вот из этой страны, сколько человек, сколько детей, сколько женщин и так далее и тому подобное. Поэтому было бы очень интересно посмотреть, что там происходит. Очень интересно было переход, профессиональный переход мигрантов, то есть они приезжают сюда, потом происходит переквалификация из низкоквалифицированной части, они переходят на более профессиональную. Вот эта часть, наверное, тоже было бы интересно посмотреть, что там происходит внутри. Я думаю, что абсолютно не был указан или не был охвачен коммуникационный аспект, как передается информация, как они делятся между собой информация, поскольку никто законы России, допустим, не знает. Они все это, то есть переходят информация по сети. Мигранты передают друг другу информацию. Вот я думаю, что очень было бы интересно изучение этого аспекта. ну я не буду больше на вот тоже очень спорный вопрос. Многие возвращаются уже с парами, но невозможно если 80% 85% мужчин граждан Таджикистана находятся здесь и где-то там тоже танцуют цифры, но где-то около 20% женщин здесь находятся. Если посмотреть на возрастную категорию женщин это где-то от 25 до 45 то есть это или замужные женщины или разведенные женщины. Они не могут физически здесь жениться и уехать домой. И в традиционном таджикском обществе обычно свадьбы происходят в Таджикистане не в России. По поводу зарплаты я думаю, что тут тоже необходимо было региональный разрез Москва, Тюмен, Санкт-Петербург поэтому очень сложно сказать, что вот это средняя зарплата. В Москве ее получают больше, в Петербурге меньше. Но вот это вкратце вопрос, который возникли. Наверное, информация не обработана и требует дополнительной оценки. Спасибо. Спасибо большое. Очень ценные комментарии. И как бы про дополнительный аспект, который можно было бы интересно изучать, абсолютно согласна. это означает, что нужно добавлять какие-то вещи или специализированный кусочек в анкету. Здесь задача стояла немножко другая, проверить другие вещи, поэтому здесь фокус был про другое. Про то, что с этими данными дальше можно детализировать, понимать, отслеживать индивидуальные истории. Здесь, конечно, представлены средние характеристики, это как бы первый срез. Дальше с этими данными можно работать и получать новые дополнительные результаты абсолютно согласны. по поводу ссылки на статистику административного характера, жалко Ольга Чудиновских ушла, потому что она бы прокомментировала вещи, связанные с двойным счетом, полагаться на эти вещи. Потом, здесь задача не стоит обследовать, совсем не стоит не основная задача попытаться оценить объемы миграции. Основная задача понять структуру и кто, кто находится, кто приезжает, какие группы, кто уезжает, какие группы выезжают из Таджикистана на работу, кто возвращается, кто не возвращается. Скорее, это про характеристики процесса, а не про объемы. Это задача другой тип статистики. Здесь эта задача не ставится. Спасибо большое. У меня вопрос такой, наверное, больше теоретического характера. Как вы думаете, я так понимаю, что исследования в Российской Федерации и опросы проводились на русском языке? Хороший и правильный вопрос. жалко, нет Рамира, которая делала это обследование. Я так понимаю, что у них был с собой переводчик, чтобы можно было объясниться. Потому что, да, с узбекского и таджикского. Потому что мы тоже понимаем, что анкета сложна для понимания. И Рамир тоже, когда на нее посмотрел, сказал, сложная анкета для того, чтобы респондент отвечал. Поэтому, ну да, язык это одна из ключевых вещей. В Таджикистане были переведены они на... Ну вот именно поэтому я и говорю, потому что в Таджикистане практически нулевой процент отказов от ответов, а в российской достаточно большой процент отказов на какие-то или непонимание вопроса как такового. Нет, нет, там 50 процентов им позвонили по телефону, они отказались от этого интервью. Просто основной вклад в то, что вот в такой низкой отдаче, вам звонят по телефону, говорят, вот мы там хотим, проводим обследование, вы готовы, у тебя стоит. Ну то есть, наверное, это... А вот такое высокое в Таджикистане, потому что были разные письма от разных начальников, я боюсь, было административное давление на людей, и поэтому нет отказов. Понятно. Ну то есть, это тоже очень интересно знать, то есть, что повлияло на это. И я вот немного, может быть, не соглашусь с Сулаймоном по поводу возвратов вот уже сформировавшихся пар, потому что вот, по крайней мере, в той выборке, которая была, то есть мы видим, что здесь женщины представлены как раз вот в 20-24 года, то есть, ну большинство такое. То есть я вполне могу предположить, что... Это вот обследование в Таджикистане, здесь у нас ничего нет про пары. Это таджикское обследование, да, таджикское, наверное. Понятно. Ну то есть, тогда это тот вопрос, который мне, может быть, хотелось бы, чтобы он, в общем, как-то тоже прошел и в Российской Федерации, именно тот вопрос, как меняется состав домохозяйства вот именно вот тут в полувозрастной структуре, и как они приезжают, то есть как это, в принципе говоря, влияет и на оседлость, и тот факт, что люди остаются в Российской Федерации, то есть формируют семьи, и опять-таки, как это влияет на возвратность, на возвратную миграцию. Я соглашусь, более того, Ричард, как раз вот это последний слайд про методологические уроки, он тоже говорит, что вот это важно, и интересно понять, как отличаются и выделить те, кто мигрирует либо сразу домохозяйством, либо потом. У нас в анкете, насколько я помню, есть такой вопрос про то, это сейчас другое домашнее хозяйство, это одно, чем то, в котором вы жили в Таджикистане, хотя это может означать, что как бы вы жили вместе с родителями, а потом как бы да, но нет, ну многие не одни живут, как бы у многих домохозяйств состоят не из одного человека. И второй вопрос был, кто-то приехал потом, переехал, и как бы кто, да, такой вопрос тоже есть. Поэтому здесь чуть-чуть на эту тему можно. Я согласна, что здесь надо анкету менять и как бы попытаться добавить вопросы, и Ричард как раз ссылался на опыт других исследователей, которые пытаются вот этот аспект поймать. Ну да, на самом деле можно еще много чего выловить. Будут, кроме докладов, еще будет статья написана, если, да, когда-то, я надеюсь, будет написана, и тогда там какие-то вот из тех комментариев, которые будут. Более того, наверное, я не знаю, какая политика открытости этих данных как бы будет банком. Это интересно всем. Я думаю, открытость будет максимальная. Я думаю, что мы пошлем, да. А у меня такой вопрос. А вот предполагается ли довести данные этих обследований до правительства Таджикистана и вообще для того, чтобы вызвать такую реакцию, а не стоит ли создавать рабочие места в стране, а не... Нет, ну это я как-то, чтобы... Специалист по Таджикистану отвечу сразу, что это невозможно, создать такие рабочие места и долго будет невозможно. Никакие. Нет, ну... Никакие невозможно, потому что страна, да, такая вот, Нет, ну на самом деле, с точки зрения экономической политики, когда обсуждают, да и там частично вопрос был из души АНБ тоже, как бы они пытаются и думают в эту сторону. Более того, вопросы, связанные с повышением квалификации, они тоже в ту же сторону, да, что как бы пытаются использовать эту ситуацию для того, чтобы навыки получили. Вот смотрите, страна растет по 7% в год, то есть проценты, которые нам не снились, ну потому что она бедная, но все равно и рождаемость высокая, и эти места, которые создаются, не годятся, и, ну, поговорить с любым мигрантом, они скажут, что та зарплата, которая предлагается даже в души АНБ, не то что в регионах, и гендерное неравенство по этой зарплате, оно все равно их выдвигает другие страны. Был интересный момент, как раз когда вот случилась девальвация рубля, да, значительно, и как раз представители диаспоры, стали, по крайней мере, по телевидению, я ли видела, да, как бы они говорили, что так рубль упал, нам же теперь невыгодно, мы за такие деньги найдем работу в Таджикистане. У меня был вопрос, очень мне интересно, найдете вы или нет, ну, как бы смогут ли большинство найти или нет, но это влияет в сопоставимость, да, как бы другой девуш, они уехали, и как раз это вот немножко комментируя ваше замечание, что мало кто возвращается, во-первых, это был конец 2014 года, когда были большие заявления про то, что люди уехали, да, кроме того, я поэтому не знаю, у меня есть знакомый таджик, который, как бы, периодически ездит все равно, каждую зиму все равно ездит, он в сельской местности услуги свои предоставляет, он ездит каждый год домой, в этот раз он дольше просто был дома, поэтому, как бы, все равно есть значительная доля, плюс вот попали, в этом смысле, ну, вот специфика, да, попали на некий кризис, когда, как бы, часть уехала, поэтому осталась больше представлена некая такая группа, которая дольше пребывает. Вот по времени пребывания, вот это сравнение с обследованием в Таджикистане, оно явно демонстрирует, здесь люди, которые до эпизода пребывания дольше, то есть они раньше уехали, дольше уже находятся, по сравнению с средним в два года, здесь не два года средние, здесь средние там 4-6 лет, да. Да, вот это тоже, наверное, больше представители Таджикистана, тогда хотя бы нужно как-то обратить внимание правительства, что нужно преподавать русский язык, чтобы помочь людям, помочь людям, которые приезжают сюда, которые не знают русского языка, ведь преподавание в Таджикистане, вот сейчас на русском языке, составляет всего 6%, то есть они приезжают, вообще не могут говорить по-русски, им тяжело. К сожалению, да, вы правы, но я не могу отвечать за весь Таджикистан, я гражданин России, но вопрос в том, что это беда всех республик Советского Союза, в том числе и России. Если вы посмотрите, год из года у нас планка по ИГ, по русскому языку, снижается и снижается. Это первая проблема. Вторая проблема, то, что лучшие преподаватели, они уходят на пенсию. Третья, это гражданская война, когда в Таджикистане, 92-97 годы, была гражданская война, и люди вообще не ходили в школу, поэтому они сейчас приезжают сюда, и проблема, конечно, есть, русский язык преподается, но кем преподается? Позапрошлым году приглашали из России, ездят туда, но нет качественного подхода к этой работе. Как и везде. Можно я скажу, значит, это не мнение Всемирного банка, это мое личное мнение, да, которое будет радикально отличаться от мнения многих здесь. Я считаю, что не нужно никакого преподавания русского языка в Таджикистане, потому что люди, когда, ну, вспомните, миграцию в США, да, начало века, 20-го, кто там только не ездил, что они по-английски что-то знали? Ничего они не знали. Те, кто захотел выжить, они научились, кто не захотел выжить, те остались на низших, на ступенях общества, да, так же здесь происходит, когда я общаюсь с мигрантами, с таджиками, они быстро учат русский язык, когда им это надо, уж поверьте мне. Когда не надо, значит, они внутри своей диаспоры небольшой, они строят, и все прекрасно понимают. Так же испаноязычные в Штатах, они знают 10 слов по-английски, но им это не надо. Вот я не согласен здесь. Какие курсы, они работают там, извините, по 12 часов на строительстве, какие там курсы после этого возможные? Да, курсы есть, но то, что я видел, как они строят. Одно уточнение можно будет? Вот вопрос. Тут речь идет о бывших гражданах Таджикистана, сменивших гражданство. Но мы... В числе не запрещаем. Нет, ну я знаю, что большинство не меняет гражданство. Тут, наверное, скорее всего, корректно речь вести о двойном гражданстве, потому что... Или у вас была выборка тех, кто отказался от таджикского гражданства, потому что это единицы. Нет, нет, нет. Просто, как бы, если человек приехал, был гражданином Таджикистана... А почему был? Нет, даже... Он есть? Текущие граждане Таджикистана подлежат. Да? Что подлежат? Нет, подожди, кто входит, кто... кого... кто подходит для опроса. Если вы гражданин Таджикистана, сейчас подходите для опроса. Если вы сейчас гражданин не Таджикистана, Узбекистана или России, но не ранее, чем 10 лет назад, 8 лет назад были гражданином Таджикистана. Вы тоже подходите. Понятно, но не были тут практически все, учитывая двойное гражданство, они не отказываются, да. Они являются гражданами. Мы не спрашивали их гражданство текущее. Нас интересовало, что у них когда-то было таджикское гражданство. Все, больше ничего. Это как фильтр. Почему? Больше ничего. Ты считаешь, как будто идет речь о тех, кто отказался от таджикского гражданства? Нет. Просто выборки. А можно вопрос? Это касается тех субъектов, в которых проводилось обследование. Вот в России, я так поняла, были в основном города, ну, центры городские. А в Таджикистане, когда сравнение проводилось, тоже проводилось сравнение между теми, кто именно выехал в эти города, или вообще всеми? Спасибо. Хороший вопрос. Я, честно говоря, не знаю, поскольку ведь про многих рассказывают родственники, как бы их спрашивают, где? В России? А вот внутри, не знаю, задавался ли вопрос, в каком регионе. Не знаю. Просто если не спрашивают, то понятно, почему данные настолько разнятся. Ну, они и не только поэтому разнятся. Не только. Вот мое ощущение, что там не столько структуры, потому что все-таки Москва и область по другим каким-то оценкам ловят просто большинство. Поэтому, если здесь представительную выборку получить, которая представительна и в точке зрения сезонности, то такого, ну, будет какое-то смещение из-за того, что там родственники не про все знают, не про все рассказывают. Но не более того. Вот мое ощущение, что здесь основное – это не географический момент, потому что Москва и область представлены, а другой. Вот скорее как бы время, плюс построение по спискам диаспоры, и там тоже неизвестно, по какой причине люди отказались с какой-то вероятностью, ну, как бы у кого, не знаю, какие-то менее формальные отношения, может быть, а может быть и нет. То есть здесь скорее вот другой металлогический аспект, но не выбор первичных этих единиц. Мое экспертное мнение такое. Ну вот, да, я добавлю, что когда мы начинали, я помню, многие эксперты, российские экономисты, они говорили, что невозможно здесь провести такой опрос. Все говорили, что только снежный ком, и больше варианта нет. Но все-таки мы что-то сумели сделать. Более того, вот надо отдать должное Ричарду, которому как бы, значит, Ромир в первый, как бы, сообщество сказало, снежный ком, мы сказали, ну да, наверное, как бы, мы написали Ричарду, он сказал, не-не-не-не-не-не, как бы, вот есть подход, мы делали там, не знаю, не в Аквадоре, но где-то еще в Колумбии, как бы, мы вот делали, все получилось, вы ходите, Ромиру отдала, сказал вот так, Ромир задумался, потом взял контракт Всемирным банком, сказал, у нас там такой методологии не записано, мы на нее не подписывались. Поэтому был вот компромет, ну, и сроки же жесткие, да, плюс деньги, потому что, это вот эта вот процедура, она затратная, затратная по деньгам и по временям, поэтому... Вся беда, да, бюрократические, значит, заморочки Таджикистана, России и Всемирного банка, они делают очень тяжелым, да, сделать нормальный научно обоснованный опрос, если, да, вот статкомитеты им проще, если, наверное, даже если они договорятся, все равно будут сложности с этими правительствами, да, но мы все понимаем, что это непросто, поэтому такой реальный мир в нем мы живем. Можно вот еще вопрос, а все-таки, вот, Ирина, как вы позиционируете это обследование, я вот просто слышал уже, что это, может быть, пилот, просто произносилось, я так понимаю, что это какое-то встраивание в сеть обследований, которые проводились в других странах, или это самостоятельное обследование, вот, да, и какие, и какие перспективы, ну, наверное, когда будет статья, когда, не знаю, может быть, будет ли продолжение этого обследования, ну, ежели это пилот, вот, как бы, вот об этом можете чуть-чуть рассказать, потому что я не, пытался это ловить. Давайте пару слов скажу, конечно же, это пилот, да, потому что ресурсов мало, и слава богу, что даются какие-то обследования. У меня мечта была, например, много лет у многих экономистов здесь провести обследование по внутренней миграции в России, но на это денег нет, и никто не дает, невозможно. Значит, ну, вот это мы хотя бы сделали, это, конечно же, пилот, базирующийся на международной практике, и мы хотели эту международную практику здесь применить, и воспользоваться Ричардом Билсборо, возможность его, значит, использовать его, особенно научные познания, да, которые, ну, тяжело, мне кажется, найти даже в нашей стране, и применить на практике, и то, как он может общаться с фирмами, потому что, ну, вот работа, которую он провел с таджикской фирмой, это была огромная работа, это было много видеоконференций, значит, они учились, как это сделать лучше, даже если в итоге это не идеально получилось, все равно, значит, лучше. Все равно часть статистики не собрали. Конечно, конечно, как он с Рамиром как бы работал, это все достаточно сложно, он сумел это сделать. Статья, опять же, я надеюсь, что статья будет написана Ириной и... Тут я хочу сказать, что если данные в открытом доступе, то все приглашаются, потому что методология известна, данные есть, и поэтому... Данные мы, естественно, передадим в правительство, и российское, и в таджикское, и, надеюсь, вы висим тоже в свободном доступе. Ну вот, про мое, как бы, добавление к Степанову, позиционирование, это, в принципе, каждый из этих компонентов, я считаю, что там присутствует, с одной стороны, это пилот, потому что там, в этой группе стран анкета не отстроена до конца, методология, ведь, как бы, свои сложности, по которым, а не привыкли наши компании, социологические, которые делают, они тоже, как правило, настроены на другие практики, проведение обследований, как бы, их построить и добиться, это требует больших усилий и времени, да, с другой стороны, интересный, для пилота, у нас слишком много данных собрано, да, поэтому, при, вот, с этой смещенностью всей, безусловно, это дополнительная информация, нужно осознавать, на какой выборке. с точки зрения, там, России, среди других стран, да, этот средств тоже есть, другое дело, что Ричард, как бы, ну, для публикации академической, действительно, очень важно, вот это, вот, как вы отбирали, поэтому Ричард не зря настаивал, и поэтому, если тут, как бы, что-то не получилось, ну, и, слава богу, вот, это дополнительный момент, про то, что, может быть, можно выделить, как-то отдельных, тех, кто мигрировал индивидуально против семей, для того, чтобы как-то добавить, а так как-то вот, я так подозреваю, что у него немножко поугасло, стремление написать отдельную статью, ровно потому, что, а как ее, как бы, опубликовать, если у тебя методология такая, сбора данных, что она тебе, ну, как бы, нужно объяснить, что она смещенная, вот, но, тем не менее, это отдельная задача, я надеюсь, что, как бы, и мы напишем, как бы, я всех, поскольку, я так понимаю, Всемирный банк данные, микроданные, как правило, он выкладывает, в какой-то момент, что мы все будем изучать их, там, там есть, на чем поработать. Можно еще такой вопрос? Скажите, пожалуйста, вот, вот, это мероприятие могло бы, мы могли провести в рамках МирПАЛ, потому что МирПАЛ охватывает больше Да, 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 мы и проверим, мы планируем. В частности, из Таджикистана, которые могут быть, мнение которых было бы интересно выслушать, помимо экспертов из Шарка и Зеркала. Ну, на самом деле, мы, приглашали очень много экспертов в Душанбе, и доноров приглашали, которые там активные. Видите, даже статкомитет не пришел, да, я не знаю, почему. На МирПАЛе, да, у нас будет конференция в Алма-Ате, мы там представим для других стран, и, может быть, еще видеоконференцию, если Ирина любезно согласится, для других стран провести специально. Главная проблема во всем этом, мы планировали отдельный семинар в Душанбе, отдельный семинар в Москве, но вот Дик путешествует, и достать его невозможно просто. Потому что он бы ответил бы подробно, подробно и по методологии, но особенно для статистиков, это важно, да, и про другие бы страны рассказал, но он настолько востребован, что вот, к сожалению. Ну да, его график и рамки проекта временные не уложились, хотя вот он продолжает при каждом удобном и неудобном случае пенять, как бы, Степана в том числе, что, а вот он хотел бы присутствовать на этих мероприятиях, и здесь и в Душанбе, что нужно отдать ему должное, спасибо, что ему это настолько интересно. Вообще он должен был сюда приехать весной, и мы думали что-нибудь такое собрать, но вот он не доехал. Насчет будущего и таких же исследований, да, это все зависит от денег. Деньги зависят от многих других факторов, нет, не от кризиса. Значит, это не зависит от кризиса, это зависит от того, насколько миграционные проблемы будут в фокусе внимания и Банка Всемирного, и насколько доноры готовы финансировать, скажем, обследование по России. Пока они не очень готовы, скорее наоборот. Поэтому для нас было важно, что вот эти методологии дошла до Росстата для комитета СНГ, потому что все-таки нам видится, что если вы поднимете это знамя и как-то его трансформируете, мы всегда готовы оказать методологическую поддержку, это меньше денег стоит. Важная была отсылка вот у Степана как раз про то, что для изучения внутренней миграции на самом деле это тот же инструмент подходит, да, это тоже люди на выезде и как бы семьи, которые остались. Это важно. Подходит, да, но главный спор идет, мобильность. Его адаптировать можно, но в современные годы и сейчас, и как бы люди уверяют, вот насколько мобильность упала, хотя я вот подозреваю, что это совсем не так. Позвольте поблагодарить вас за приглашение. Ну, очень понравилось, очень интересное обследование, на наш взгляд. Ну, мы как бы, мы не спонсоры, к сожалению, мы сами ищем спонсоров, вот, но тема миграции для нас сейчас очень важна, и у нас есть проект по миграции, но он, конечно, больше касается объемов, нам уже до качества жизни-то там тяжело дотянуться, потому что, вот, но все равно, вот, надеемся на дальнейшее сотрудничество, может быть, как-то что-то у нас сложится. Спасибо большое. Мы тогда будем на МирПАО приглашать видеоконференцию и статкомитет, да, и вас тоже из Росстата. Давайте посмотрим, что получится. Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо большое всем за вопрос.